здравствуйте дорогие друзья я фролов юрий андреевич я биолог не психолог но сегодня опять нужно будет поговорить о психолога к сожалению может быть к счастью не знаю мне в общем то такие беседы радости не приносят мои собственные монологии да но от безысходности от такой обостренный чувство своего справедливости мне приходится это делать как все началось ну вот в данной записи почему я решил ее сделать очень просто значит мне прислал один человек мой зритель на мою вот так сказать вот эту видеозапись биолог психолог как психологах и врачах которые знают о веганных все ну достали я собственно двух психологов которые несут ахинею и собственно не соотносится никак с наукой психологии с понятия собственно такими что человек должен обладающий вот этими якобы так сказать особыми знаниями психологии ты в душе человеческая разбирающаяся в отношениях между людьми причинно-следственной связи в логике философии в обязательном порядке вот такой человек специалист должен обоснованно заявлять то что он заявляет аргументированно доказывая но как я доказал в двух роликах вот в этом еще про одну вероничку такую степанова когда она с ненавистью пела о веганах сыроедах тогда я доказал обратное что аргументации у них нет абсолютный бред как у любой простой какой-нибудь там домохозяйки которая ну как говорится там карикатурная блондинка с двумя извилинами и так далее то есть не более чем стыдно психологам такое ну вот один человек мне написал следующее здравствуйте юрий андреевич спасибо огромное за ваш разбор ну и так далее тут не буду зачитывать ну вот он написал так есть такой один кандидат психологических наук кандидат который умудрился целых полчаса даже больше там яро отстаивать свою любовь к спиртным напиткам причем он на тв появляется как яркий патриот и борец с сектами и и самое обидно что большинство послушают именно такого вот патриота у людей думающих будет считать фанатиками и сектантами этот человек я так понимаю будет считать да он будет и подобно ему значит ну вот я в общем то так написал сначала что попробую найти время но вот пришлось чуть ли да в этот же день мне и найти это время еще раз хочу вам вот перед вот этот человек перед тем как я начну буду ставить собственно вот эти 31 минуту да значит что он говорит не знаю выдержу до конца или нет не знаю но вы дорогие друзья обязательно выдержать особенно это будет полезно тем кто еще воспринимает алкоголь как что-то нечто естественное как часть нашей жизни как какие-то традиции обычаи как то что поддерживает экономику того или иного государства или как человек который пытается найти хоть какую-то пользу от существования в обществе и значит в народе алкоголя да как нечто естественного необходимого нужного желаемого там и так далее к потреблению но до этого вот покажу еще раз вот эту картинку очень хорошее высказывание которое относится целиком и полностью в том числе и к данному психологу почему я просто вам докажу причем не это я буду выражать не мнение свое я буду выражать и вы в этом убедитесь истину то есть законы логики или законы диалектики законы причинно-следственных связей а если кто-то попытается возразить то пожалуйста не вопрос но аргументированно без так сказать личной заинтересованности в чем-то и абсолютно логично так сказать четко докажите то что вы считаете что я неправильно сказал ну а большинство людей это будет очень полезно потому что вы сможете уберечь многие тех еще кто на перепуте своих молодежь для молодых людей это будет очень важно послушать что у них как правило обостренное чувство справедливости еще от природы осталось и они поймут очень хорошо то что более взрослый человек не желает понять и всячески отбрыкивается именно потому что у него уже настолько сильные стереотипы комплексы привычки пороки что он пытается даже ценой унижения человеческого достоинства маразма глупости выражать эти глупости и идиотизм возводя их в ранг так сказать каких-то якобы постулатов бездоказательно как раз ненаучно и так далее и так далее и вот тут написано что значит постели мы психологи на кухне политики в сети философа и только в жизни как были идиотами так и остается ну собственно это не оскорбление это констатация факта почему давайте слушать и давайте соображать давайте анализировать беспристрастно и так я включаю и начнем так ну что ж я всех вас приветствую и александр невеев кандидат психологических наук занимаюсь борьбой с различными формами шарлатанства уже науки и прочее и сегодня мы с вами поговорим о борьбе за трезвость я честно вам скажу конечно я понимаю что огромное количество преступлений в том что там бытовая резня какое-то нанесение побоев женщинам и там детям очень часто происходят в состоянии алкогольного опьянения а теперь вы дорогие друзья внимательно запомните то что он сказал и это именно сказал человек психолог кандидат который потом будет доказывать что алкоголь нужен необходим и так далее а трезвость то в каком виде и и доносят такие люди например как жданов и так далее это бред абсурд и так далее это человек сейчас сказал то что он понимает что алкоголь является причиной но сейчас он будет вот этих бед несчастье горе преступление но он сейчас разделит алкоголь и алкоголизм что крайне недопустимый с точки зрения кстати психологии философии это абсурд потому что именно алкоголь как вещество который приводит к этому состоянию а почему к этому потому что это наркотик это наркозная доза наркотиков есть определенные характеристики и критерии в том числе эйфория безумие последствия затмения разума и прочее и прочее значит синдром когда так сказать человек требует рвется готов порвать любого за новой порции ну то есть классический наркотик а поскольку наркотик приводит человека из состояния здравомыслящего существа состоянии ниже уровня животного то соответственно это и есть прямая и логическое последствия то что он становится безумным он берет нож он режет своего друга с кем вчера еще обнимался сидел начинал когда пить а сейчас он зарезал а сидит протрезвел и плачет раскаивается так причина здесь не то что он много выпил или перебрал нет меры у наркотиков нету меры а в том что он стал пить начал он принял свою жизнь алкоголь как нечто естественное для него казалось кажущееся и необходимое в беседе в компании в праздники как будто без этого нет ведь праздник душевное состояние радости близости так сказать так сказать общение среди друзей и так далее но совершенно ни при чем здесь ни к столу никак не к силу ни городу а только беда и горе от него именно потому что есть первопричина это алкоголь наличие в обществе алкоголя и на столе у человека который воспринимает алкоголь как нечто само собой разумеющее хотя оно таковым не является и поэтому причина алкоголь они мера это глупости полнейшие и я понимаю что алкогольное опьянение является по сути катализатором очень многих преступлений это причины и конечно я осознаю что с такими тяжелыми формами алкоголизма когда человек специально и систематически употребляет алкоголь для того чтобы набухаться систематически и целенаправленно конечно сша алкоголь наркотик он стал наркоманом алкогольного есть табачный наркоман ты не дай он так сказать на стенку полезет так сказать потому что он будет желать получить новую дозу а так сказать алкогольный алкоголизм вот этот вот наркомания алкогольная такая же сильная как и героинова и прочее он ломко лезет на стены и так далее поэтому безусловно не дай он полезет до потерять вообще осознание реальности человеческий облик забыться и конечно с этим явлением необходимо бороться нужно людям объяснять что допиваться до бессознательного состояния точно плохо опасно что не нужно это делать а то есть а пить культурно умеренно можно вот эта вражеская теория которая в шестятые так активных годах дошагнула на стране что якобы ты мол вот как же водка или алкоголь или вино или что-то вообще из жизни убрать это традиции обычаи это веселье это что-то еще а вот напиваться плохо только почему-то одно и то же вещество так сказать приводит к тому что кто-то временно или очень долго временно десятилетия даже у кого-то это может быть вроде бы не напивается так чтобы убить зарезать или валяться как скотина чтобы лилось из тебя там сюда на улицу но а все-таки а многие и миллионы людей извините у нас миллионы именно спиваются именно совершают преступления различного рода кто-то так сказать помоложе изнасилование кто-то там просто валяется или кто-то режет другого вся бытовая преступность практически на алкоголе в преступление за рулем и практически все смерти на дорогах посмотрите все сводки только от причины на алкоголь и еще он так сказать хочет оставить этот алкоголь это поганая поэла неважно какое оно элитное за 10 тысяч долларов бутылка или за там 200 рублей бутылка потому что если в основе тиловый спирт вот этот наркотик и протоплазматический яд это страшное это сказать зло в чистом виде от которого просто народы исчезают как индейцев уничтожили как десятки малых народностей крайнего севера уже уничтожено у нас и так далее и это он пытается выгородить да это вообще невозможно даже с точки зрения простого обывателя здравомыслящего любого человек потому что если не получалось никогда и никогда не получится культурно умеренно чтобы пили все а это прекрасно если человек ты не идет знает что это так вот что это было и есть тоже такого сущность наркотика любого то тогда миллионы будут и ты если пытаешься алкоголь удержать как какое-то нечто необходимое в обществе и защищать эту мерзость то ты тогда преступник подонок и у иуда и ты будешь участником соучастником тех преступлений которые совершат те миллионы людей которые сопьются а сопьются они потому что они начнут пить когда-то начнут как потому что если человек у него стержень внутри он прекрасно понимает с детства как говорится ребенка растет ему родители правильно объясняют что алкоголь это страшнейшее зло это страшнейший яд наркотик все люди которые напиваются совершают преступления они напиваются потому что они уже меры себе не знают а меры у наркотика быть не может и эти миллионы людей никакой меры не чувствовали не знали не могут чувствовать и знать и вот они преступники если ты не хочешь быть таким же потерявшим рассудок совесть честь и так далее и так далее опущенному уже опустившимся полностью до края ниже края человека так сказать бездну пропавшего полетевшего то ты тогда никогда сынок дочка даже каплю в рот не бери пронеси в себе вот эту естественную человеческую трезвость как норму жизни сохранив себе человека сохранив себе ребенка в душе светлого и чистого и так далее вот то что должен говорить учить ему нормальный честный порядочный человек любой родитель обязательно в частности вот только тогда возможно то что если человек значит вот никогда в жизни не будет потреблять алкоголь даже пробовать вот он никогда точно не сопьется и точно никогда на этой почве он не совершит того значит преступления которые совершают миллионы пьяниц алкоголиков и и так сказать подобным так сказать там прочих критерий тех кто уже так сказать спился спивается и так далее никогда есть только один шанс только один другого просто нет что это точно не произойдет если человек никогда с рождения не будет пить пробовать эту мерзость почему же этот товарищ так отстаивает неужели так непонятно что здесь настолько простая прямая связь и что других вариантов и компромиссов здесь быть не может так как не могут быть компромиссы например по на по героину по кокаину так сказать или каким-то синтетическим новым там уже наркотикам не знаю как они называются этот товарищ я думаю как и многие подобные ему не стали бы с этим спорить и сразу стали возмущаться как можно сравнивать героин с алкоголем а потому что героин это нелегальный наркотика алкоголь это легальный потому что он продается в магазинах где продукты продаются хотя к продуктам питания никакого отношения это мерзость не имеет потому что от продуктов питания люди друг друга не кидаются не режут миллионами по крайней мере они не свершают насилие от которого завтра даже не понимают как это произошло с ним а у них язык не заплетается они не превращаются в не скотину так нельзя оскорблять животных они же которые человек то есть он растоптал от природы или от богами там неважно данный ему разум совесть честь все растоптал это уже ниже животного уровня существо и что вы хотите быть им так сказать с подобным похожими то есть ну пейте тогда пейте даже тот кто пьет и не спивается он еще больше преступник потому что у людей у детей особенно мы живут с детей беремся как говорится нам на что будет завтра с нашими с новыми поколениями с родиной так сказать государством а вот именно дети правильно формируясь они из них вырастет то поколение в том числе управленцев и государства которые будут либо нравственные либо бессовестные либо с честью либо без честная которые готовы продать свою родину за что-то а уничтожение совести и чести начинается именно с алкоголя потому что именно тогда как говорят а он пошел на преступление или на какой-то поступок воровство мелкое сначала потом более выпил для храбрости потому что правильно совесть ему человеческая природа данная что ну не могу я это сделать это неправильно нечестно подло и так но выпил и он уже может у него же притупилась а дальше он будет компромиссы искать с другими подлыми паскудными поступками в своей жизни и он будет еще больше пить для того, чтобы уже больший шаг сделать преступлений в будущем своем и текущем. Неужели это так непонятно? Я поражаюсь, что психологи такие вещи грошатся на таким психологам. Он разоблачает всяких шарлатанов. А не является ли он сам шарлатаном? А бумажка это может подтереться. По сути своей, я говорю, не де юра, а де факто. Нам же людям разумно важно де факто, а не де юра. Так вот является ли он психологом? Да я больше психолог, к чему он, хотя я не претендую. Какой он психолог? Он шарлатан и есть. Давайте дальше послушаем его логику, аргументацию. И не только может быть объяснять, может быть проводить какие-то работы направленные на выработку определенных, не побоюсь этого слова, рефлексов, чтобы человек знал сколько рюмок водки он может выпить. Какой ужас! То есть он допускает, что человек нормальный может пить сколько-то рюмок водки или стаканов вина. Какой бред! Это опровергает просто саму факт, саму истину, что есть алкоголь. Что это наркотик. Никаких доз быть не может наркотик. И спрашивается зачем? Ведь они и пьют эти алкоголики, чтобы нажираться, чтобы получить этот кайф, как они по-разному, так сказать, красиво вуалируют. Но сначала на первых этапах свой алкоголизм, потом они уже просто пьют и ни о чем не думают, уже не философствуют. Так вот, зачем? Или как оградить? Очень просто воспитать в человеке, в маленьком ребенке, чтобы он пронес эту чистоту свою до последних дней своей жизни, как трезвость, как норму жизни, чтобы не на свадьбах каких-то... Это что ж, я должен перестать быть человеком на свадьбе, осквернить память усопшего на похоронах, нажираться, как скотина. Или рюмочку две, а зачем? Спрашивается, зачем? А почему не воды? Ну, хорошо, почему не компоты, киселя? А почему не, так сказать, морсы или, допустим, чая? Почему, собственно? Или виноградный сок, если уж вы так винограды хотите. Очень полезный продукт, действительно. Так сказать, очень полезный, хороший виноград, виноградный сок. А почему же именно пробродившая вот именно уже, так сказать, спиртовая жижа должна быть? Вот это вот непонятно. Это что за бредовая традиция? Но почему-то, если от этой традиции, да, происходит горе и беды у людей, дети бедные беспризорники. Миллионы, как больше, чем после гражданской войны. В детских домах, при живых родителях, подонках, часто при двух алкоголиков, спившихся, так сказать, мерзавцев. Бедные дети, так сказать, в детских домах. В каком количестве? Так ты же соучастник. Ты, который вот призывает к умеренному употреблению. Не может быть умеренного употребления наркотиков. Его просто, его не было, нет и никогда не будет. Поэтому и не могут сдерживаться. А ты будешь говорить, а ты пей умеренно, да бесполезно алкоголиков призвать умеренно. А кого ты умеренно признаешь, то есть призываешь пить? Детей, что ли? Так он де-факто детей призывает пить. Эти-то уже либо умеют, либо не умеют. Если он умеет пить культурно, умеренно, кто-то, допустим, умеет. Так чего его призывать? Смысл-то какой? А кого алкоголика? Да ты лбом разобьешься об стену, так сказать, прежде чем алкоголика призовешь. Ему плевать на твои призывы. А, да-да-да, он скажет, ага, я знаю свою меру. И набухается и убивает. Или садится за руль и убивает по 7-5 человек детей, вот как это постоянно по телевидению, сводки и так далее. Так ты же участник того преступления, его, который задавил, убил, уничтожил, что призываешь пить хоть что-то из алкоголя, содержащей жижи. Не придя в абсолютно скотское состояние. Сколько бокалов пива, сколько... Какой бред. Невозможно пить сколько-то, не придя в абсолютно скотское состояние. Это способны единицы. И потом, они временно способны, потому что возьмет верх наркотик и над ними возьмет верх. А если над теми единицами, которые все-таки так не возьмет, или обстоятельства определенные сложатся, что такого не произойдет, то у миллионов происходит. И поэтому это не твое личное дело, если ты не полная конченая гнида, эгоист и подонок. А это дело народное, общенародное дело. Это как бы, так сказать, социальное дело на самом деле. А из тех детей, вот конченые алкаши, ведь они не родились алкашами, они ими стали, потому что когда-то ребенок нарушил свою естественную природную трезвость как норму жизни, рассудок, разум потерял, совесть и так далее, о чем я уже говорил. Вот он скатился до этого, потому что кто-то его так подзужил, что ж ты не взрослый, что ж ты, по-моему, мужики или не мужики и прочего. Ахинею, которая почему-то, так сказать, вот эта вот бравада, где граничит, так сказать, с безрассудком, с пошлостью, подлостью и так далее. И нужен алкоголь для этого. А нормальному человеку не нужен алкоголь. Я, например, в жизни своей капли в рот не взял и никогда в жизни не возьму. И что? Это мне дало какие-то минусы, это мне только плюсы дало, колоссальные плюсы. Совершенно по-другому работает мозг, как никогда не будет работать у тех, кто пьет, никогда. Он просто не понимает этот потенциал. Но те, кто знают меня, признают, какие я веду, сколько дел, какие, так сказать, то есть это совершенно вот люди понимают, кто рядом, кто сам никогда в жизни не употреблял. Это принципиальные иные возможности мозга. То есть человек только выигрывает, если он не потребляет, плюс он остается все-таки человеком, потому что он не теряет свою природную совесть, если он, видите, понимаете, все начинает со слабых наркотиков. Вот, кстати, все со слабых. То есть как бы с алкоголем. Я имею в виду там героин более сильный, если мы называем, но он-то потом идет. Никогда человек, который в жизни ни грамма не употребил алкоголь, не выкурил ни одной сигареты, никогда себе не пойдет, не вколит героин, а уже миллионы колятся, так сказать, у нас в стране. А все началось с этого алкоголя, потому что это грань, та самая переступив которую, человек катится уже в пропасть далее. Сколько бокалов вина. Но я вынужден констатировать, что та борьба с трезвостью, которая ведется сегодня, она вот далека от такого идеала. Да? От какого? А какая, кстати, борьба сейчас ведется? Ну да, был проект «Общее дело», когда все-таки смогли надавить через определенные рычаги и действительно Иждана пригласили других. И сколько мерзавства пришло, которые стали охаивать трезвость. Сколько вот этой черноты вылилось, но какой был прорыв? Сколько тысяч писем на телевидении завалил, а я знаю, это изнутри ситуации, на телевидении, с просьбами продолжать такие передачи, с просьбами, что просто уже, так сказать, там нет жизни от этого опроклятого алкоголя и от тех людей, кто это поганый алкоголь потребляет. Так, естественно, давайте бороться всем вместе, дайте говорить людям правду. Это вот что нужно делать. Конечно, надо доносить правду. Но какую правду? Правда она, истину надо доносить. У каждого своя может быть правда, а истина одна. Алкоголь-наркотик. Те, кто пьют алкоголь, из них именно люди совершают вот эти миллионы преступлений из этих миллионов алкоголиков. Так вот, давайте, чтобы в обществе не было этого. Как очень просто говорить людям правду? Вот так же, как нам ложь преподносят по телевидению, так сказать, с всех фильмов современных, где норма, пьянка, курева и так далее, пошлость, разврат, как норма жизни. Это пущено в нашу страну? Нет, случайно, а специально для того, чтобы народ наш уничтожить, как народ единый, сильный, могучий когда-то в прошлом, великий. Так вот, и вот эти люди служат им, волей или не боли, по дуре своей или по подлости своей? Честному скажу откровенно. Почему я не являюсь сторонником борьбы за отрезвость в том виде, в котором она проводится сегодня? Интересно, в какую причину ты считаешь? Ну, во-первых, я большой противник лжи. Я считаю, что нельзя лгать даже для достижения очень-очень благих, хороших каких-то целей. Я тоже считаю, что нельзя лгать ни в каких ситуациях, даже для благих целей. Дальше что? Если вы хотите человека, человеку привить трезвость некую абсолютную, да? Ему не надо привить, она привита уже от рождения. Потом её уничтожают у маленького человека, у подростка, уничтожают эту естественную привитую трезвость под тем, что его вливают в рот, сильный, то есть насильно-ненасильно, так сказать, это всё вопросы такие, на гордыню давя, либо на слабости, либо ещё как-то выпей, мол, ты вот и так далее. И выпивает когда-то. Вот он сделал первый шаг, и он уже в это болото алкогольное прикоснулся. Дальше несколько раз, и он становится рано или поздно алкоголиком. По-другому не становится алкоголиками. Становится именно только и те, кто начинают потреблять, теряя свою природную трезвость. Вообще, вина и спиртного вообще не употреблял, да? Пиво, водку и прочее. То эта цель, она лживая по своей природе, да? Потому что, простите, с чего вы взяли, что только полное исключение алкоголя может избавить страну от тех негативных явлений, о которых я в начале этого ролика сказал. Обалдеть можно. Очень просто. С чего взяли? А с того взяли, дорогой товарищ, что если те миллионы преступлений, как для идиота вот надо говорить, которые совершены на фоне пьянки, выпивки, потребления алкоголя, если бы эти люди не потребляли бы этот алкоголь, то один друг не убил бы другого, с которым 30 лет дружил и утром сидит плачет, милиция приехала, так сказать, не знает руки на себя наложить. Не села бы мама-то пьяная, которая поссорилась на фоне пьянки со своими друзьями компании, с другой семьей, с которой дружили там 10 лет, не села бы в машину и в порыве, так сказать, пьяного угара не нажала бы на, как говорится, газ и не задавила бы пять детей своих и своих друзей. Вот почему. Неужели надо быть, я не знаю, так сказать, иметь хоть какие-то две извилины надо иметь, чтобы такие вещи примитивные понимать. Вот почему. Да. То есть, понимаете, такой подход, он напоминает очень, ну, такой фашизм, знаете. Обалдеть. А теперь, дорогие друзья, давайте разберем терминологию. Вот я просто, знаете, даже я, ну, вот я просто поражаюсь. То есть, люди, которые не понимая, говорят какие-то термины, вообще не понимая их значения, что дальше можно вообще говорить? Давайте разберем. Ну, чтобы понять, что такое фашизм, я вам прямо расскажу, это будет важно, хотя тема вроде отдельная, а вот к слову, ну, это же важно понять, что за человек перед нами, что он вообще несет. И какой фашизм? Запрещать пить практически даже любой ценой, хотя можно, так сказать, вполне ценой здравомыслия обойтись. Так давайте разберем, что такое фашизм. Во-первых, надо понять, что такое национализм. Да? Кстати, давайте так. Вот национализм. Несколько терминов разберем с вами. Национализм – это забота об интересах своей нации. Есть, конечно, буржуазный и интернациональный национализм. То есть, значит, это понятно. Значит, тоже я надеюсь. Потому что, если, например, непонятно, то вот, скажем, пролетарский, вернее, да, интернационализм, это вот пролетарии всех стран соединяйтесь. То есть, рабочий класс, боритесь за интересы своего рабочего движения, так сказать, своего класса, да, который, конечно, всегда и при капитализме, при, значит, более своей высокой стадии капитализма, значит, тоже уже империализм, я имею в виду, тоже, естественно, всегда угнетался. Это понятно. Это сама сущность в этом есть. Но есть еще буржуазный, например, национализм, а есть еще буржуазный интернационализм. Это то же самое, что, так сказать, пролетарские, то есть, когда соединяются только, мол, призы не пролетарии всех стран, а капиталисты всех стран соединяются. То есть, транснациональные корпорации, которые, так сказать, уже будут владеть не только богатствами, так сказать, и народами, по сути своей, да, контролируя все финансовыми и властными иными механизмами в своей стране, а во всем мире. Вот. Это понятно. И, кстати, буржуазный интернационализм это по-другому космополитизмом называется. Ну, вот. А, например, патриот этот человек, который любит свою родину, это прекрасный термин. Вот. Если человек любит свою родину, но ненавидит при этом другие государства, страны, народы, это шовинизм. Вот. Значит, ну, вот такой вот в крайней форме буржуазный национализм, то есть, шовинизм. А фашизм теперь, внимание, товарищи дорогие, еще вот действительно Димитров дал свое время классическое, самое полное, самое четкое и ясное понимание фашизма, терминологию. Это, запомните, это открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических, империалистических кругов финансового капитала. Что значит империалистический? То есть, это когда банки срастаются с капиталом. Это, как раз, самая высшая стадия капитализма, такой уже промышленного, олигархического, монополистического, да, интернационального. Вот, что и такое. То есть, еще раз, он говорит о людях, которые являются патриотами, которые заботятся, хотят сохранить свой народ, нацию, родину, так сказать, сильной, благополучной, независимой, которым боль, душа, так сказать, болит, когда видят, как люди не понимают это, идут в это болото, в угоду интересов зарубежной всякой сволочи, которая, так сказать, только и потирает ладошки, взяли страну без боя, так сказать, именно алкоголем, через алкоголь. Именно через алкоголь, когда разум человек теряет, и все общество теряет, разум, как Екатерина еще говорила, что пьяным народом легко управлять. Неужели это непонятно? То есть, не понимает это либо конченый идиот, либо враг, открытый враг, либо, я не знаю, так сказать, третье, это очень трудно дать определение, так сказать, это совсем, я не знаю, так сказать, безграмотным надо быть человеком, так сказать. Вот только так, разве что других вариантов нет. Еще раз, фашизм это открытая террористическая диктатура, понимаете, в первую очередь. Вот, ну и так далее. И еще очень важный момент, тогда, причем, так сказать, в классическом варианте, да, фашизм был в некоторых странах, мы знаем это, так сказать, и в Испании, да, так сказать, Франко и в Италии, и это было в Германии, но есть уникальная форма, называется нацизм. Так вот, запомните, нацизм это разновидность фашизма в одной взятой конкретной стране, потому что только в Германии фашистской был нацизм, то есть вот эта теория превосходства одного народа, так сказать, именно одной нации, вернее, нации именно одной, над другими превосходствует. В Италии был фашизм, но не было нацизма, там никто не говорил о том, что мы избранные, так сказать, и особые, а другие все нации это ничто, так же, как и в Испании. Поэтому, дорогие друзья, я так тому говорю, что давайте четко пользоваться терминологией, никакой демокогии и болтовни, чтобы не было, что же нам говорит этот кандидат психологических наук, специалист якобы и так далее. Или это действительно, что такое дипломы сейчас? Я просто, вы понимаете, психолог, он не может быть психологом, если он не философ, ни, я не знаю, так сказать, вообще не культурно развитый во всех отношениях человек, ни энциклопедических знаний человек, он не может быть психологом. Если это не здравомыслящий человек, если он не изучал диалектику Гегеля, например, он не может быть психологом. Это просто бред. Давайте просто убивать всех воров, и тогда люди перестанут воровать. Вообще, вот давайте так, если на государственном уровне будет такой закон, когда любой вор должен быть наказан, например, на электрическом стуле, или там, допустим, уколами, или повешен, или расстрелян, то, если это сделано на государственном уровне официально по закону, то есть осужден, прошел суд, процесс, переговор, то тогда это государство не является фашистским. Это тоже надо понимать. Давайте тогда, мол, логика такая, ну надо думать, о чем говорить. И потом, кстати, я, например, лично я, хотя к этой теме не относится, да, я считаю, что, например, можно и нужно ворам отрубать руку, например. Ладно, пусть не убивать. Но надо, потому что это уже не человек. Физически уничтожим всех воров, там, разбойников. Правда же? Ну, полное, окончательное решение вопроса с воровством, да? Как мы можем бороться с проституцией, ребят? Как можем бороться с проституцией? Повышать нравственность в стране, то есть воспитать в детях эту естественную, такую же, как и трезвость, природную, целомудрие, нравственность, культуру, отношение к семье. И тогда не будет проституток, потому что это будет осуждаемо человеком для самого себя и обществом внутри него, для отдельных членов этого общества. Естественно, это будет, это будет просто невозможно. Вот как? Так давайте браться за это, не сидеть, демагогию разводить, что же так делать. Делать можно и нужно. Это значит, мы должны сейчас, каждый на своем месте, в своей семье вести эту работу просветительную. Мы должны объединиться и запретить этой власти финансировать те фильмы, которые на деньги государств, то есть на наши с вами деньги, налогоплательщиков, снимаются фильмы, которые порочат нашу страну, которые развращают нашу молодежь, которые пропагандируют алкоголь, табак и другие наркотики. И тем самым это все дальше идет именно к разврату. Это звенья одной цепи. Вот что мы должны делать. Да, понятно, что давайте всех проституток просто уничтожим и прочее. Давайте не уничтожим. Давайте мы проституток, так сказать, есть много других способов. Естественно, законодательно должно быть запрещено. Это как аморальное и поганое, так сказать, явление, которое приводит к разложению общества. А значит, к уничтожению фактически этого общества рано или поздно. Конечно, убивать не надо. Но как можно такие вещи вообще сравнивать, проводить параллели и, так сказать, говорить про какой-то тут фашизм, которого вообще нет здесь, и про убийство, так сказать. Мы уже имели такие вот лживые и научно необоснованные попытки борьбы за трезвость. Мы это все видели в 80-е годы, во второй половине 80-х. О как. Годов-два. Какая наглая ложь. Во-первых, в 80-е годы, то, что он говорил, это был не сухой закон, а антиалкогольные постановления. Это был полусухой, как в народе, в нормальном здравомыслящем народе, говорили, полусухой. Потому что оставлялись лазейки, оставлялись магазины, оставлялись специальные точки продаж определенной, где были километровая очередь конченых алкашей, спившихся. А потом продажная часть, так сказать, телевидения и так далее показывали. И это народ говорили, вот смотрите, мол, из-за вашего сухого закона, как люди унижаются, как, сказать, вот довели на это. То есть дискредитировали. Это была вынужденная мера, когда обязано было уже правительство и пойти на то, хотя не хотело. Ну, были отдельные члены, которые там хотели, но в основном не хотели. Вынуждены. Потому что миллионы писем завалили тогда наше правительство и ЦК с тем, что посмотрите, что в стране происходит, что необходимо это сделать. Но надо было тогда дать время больше честным и порядочным людям, таким, как Академик Углов, которые на телевидении бы хоть одну бы сотую часть той пропаганды, которая шла до этого через СМИ и прочие, через фильмы и так далее, где наоборот, только водка рекой и вино льется, все это как норма жизни и так далее, и так далее. И шуточки, смешки, то есть засмеиваем эту проблему, значит ее не видим и так далее. Так вот, десятилетиями, когда это было спаивание, целенаправленное, конкретное, хоть одну бы сотую дали бы времени, люди бы, 95% людей сами бы все это дело прикрыли, то есть и не дали бы. Понимаете, когда у людей есть правда, есть понимание истины, вот что есть алкоголь, что он несет обществу, что он несет, так сказать, людям, особенно, что, как он уничтожает, калечит семьи, детей и так далее, так вот это как раз тогда бы люди бы сами бы и запрещали. И надо тогда уж вернуться, он говорит, к 80-е годы, давайте к опыту 14-го года, 914-го вернемся, когда вели сухой закон, сначала на период мобилизации к Первой мировой войне, а потом вели на вечное время на Николай Второй, подписал петицию крестьянских депутатов, фракции, крестьянских депутатов в Госдуме, которые, увидя изменения на селе, которые произошли после сухого введения настоящего сухого закона, когда была уголовная ответственность, прочее, и трезвость как норму жизни восстановили, были сумасшедшие изменения, перестала практически бытовая преступность, производительность труда стала расти и прочее, и прочее, и прочее. Так вот, и вот нашлась тогда воля, нашлась и у большевиков, которые придя к власти, декрет о сухом законе был, и который до 24-го, до 25-го года действовал у нас в стране. И тогда было невиданное количество трезвых людей, женщин 95%, которые вообще капли в рот не брали, то есть более 90, 95% молодежи до 18 лет вообще капли в рот в жизни не брали. Выросли поколения трезвых молодых людей, которые крепкие, трезвые люди, и вот это совершили, это, так сказать, чудо, и страну отстроили, из руин подняли после 20-х, начала 30-х годов, в 30-е годы к 40-м, и войну самую сложную в истории, так сказать, человечество, по крайней мере, последние тысячи лет выиграли, и отстроили потом города, это трезвые, сильные, крепкие люди, и духом, и телом, и так далее. Что есть алкоголь, как он уничтожает генетику, как он уничтожает, это даже я не знаю, стоит ли говорить если только придется в масштабах, так сказать, к слову, что он дальше будет нести, придется, возможно, а пока этим ограничимся, будем слушать, что он говорит дальше. 20-го века, когда этот меченый придурок Горбачев вырубил в Крыму виноградники, подорвал. Началось, то есть опять началась та хинея, которую все враги народа, либералы, мерзавцы, которые ненавидят Россию, русский народ, которые хотят его изничтожить, конечно же, они это явно не говорят, но они все делают и говорят именно то, причем все как под копирку. Пропаганда толерастии этой, пидерастии и всего прочего, все, что говорят либерасты, это все четко, вот все враги народа говорят одно и то же, разных мастей. И вот, дорогой психолог, он говорит опять про эти виноградники. Началось. Во-первых, если в этой теме разобраться, то любой человек поймет, что тогда было сделано все лукаво и хитро. И вырубали столовые сорта виноградников, а не вот эти винные. Это единичных вырубали для проформы, а на самом деле вырубали огромное количество, более десятка там видов столовых сортов виноградников. А вот уже винных не вырубали. Потом Горбачев мечный придурок, ну может он и мечный придурок, но он, конечно, враг народа, безусловно. Безусловно, который уничтожил, развалил великую страну, который все для этого сделал, который служил интересам вот этого самого мирового капитала транснационального и продался прямому в переносном смысле, и душу продал, и финансово продался им. Это прекрасно все ясно известно. Да, но это другой вопрос. Мы говорим, а то, что он был вынужден это сделать, потому что была огромная, общественно значимая идея, мысль тогда народа, с низов, вот именно, так сказать, вести сухой закон. Потому что видели, что происходит со страной. Начиная там от уничтожения производства, фактического саботажа и, по большому счету, так сказать, безумного количества браков и так далее, до прогулок, прочее, прочее, до разводов семьи. Эти данные просто подняли, систематизировали. И был создан-то Союз борьбы за народную трезвость, физицина, который, так сказать, проводил, в частности, вот был как бы катализатором вот этих идей, которые привели к этому полусухому закону, ну, совершенно не сухому закону. И не было действительно необходимой, совершенно в этом плане согласен, в хорошем смысле слова, пропаганды, объяснения причинно-следственных связей, наличия в обществе алкоголи в историческом аспекте. И вот прямо это надо было сделать, хотя бы сотую часть времени бы дали, чтобы на телевидении тогда, советском, это все бы, все, было бы невозможно, просто невозможно обратно уничтожить, опоганить, очернить вот эту великую идею, естественно, о нормальной человеческой трезвости, как нормы жизни. Виноводочную промышленность Советского Союза фактически, да, лишил бюджет Советского Союза огромного количества денег. Смотрите, что этот говорит, либо негодяй, либо полный идиот. Когда говорят такое, что, мол, алкоголь дает, если это монополия у государства, дает доходы государства, человек либо безграмотный, абсолютно, либо идиот, либо враг. Вот три варианта. Почему? Потому что, если мы знаем, что алкоголь столько бьет и горе причиняет, да, а как вы думаете, а не в семье, не среди друзей, а среди производства причиняет, так вот, когда стали считать, и на полетбюро были доклады, и были доклады тогда на съездах, и эти данные есть, и я вот вам скажу, например, что когда посчитали, по-моему, там, в 87-м или 88-м году, что, например, я точно цифры сейчас не помню, у Жданова, например, они есть, потому что он входил в состав комиссии, так сказать, я по памяти сейчас говорю, потому что у меня нет возможности готовиться и терять много времени, вот досконально данные поднимать, но пропорцию я вам скажу, что там было порядка, вот сколько, например, зарплату получили люди, так сказать, все граждане СССР, там, по-моему, там сколько-то, 80 чем-то миллиардов за один год, по-моему, ну или 50 чем-то миллиардов, так вот, ровно в два раза, в два раза было больше убытков по вине именно алкогольного воздействия и влияния, то есть, что имеется в виду, значит, вернее, каждый, я вот не совсем правильно сейчас сказал, я поправлюсь, каждый третий рубль, примерно, был из заработанных денег за год отдан вот в эту виноводочную индустрию, то есть потрачен и, казалось бы, огромный действительно доход государства, по-моему, 50 или 80, там, чем-то миллиардов рублей, гигантские деньги, но в три раза были, или в два, или в три раза больше убытки, то есть, по вине, например, машинист пьяный не так повернул железнодорожный переключатель кронштейн рельс, два поезда сталкиваются, 80, там, 90 миллионов убытков и так далее, поджоги, прочие, так сказать, окурки и так далее, и вот если все это посчитать, а было посчитано в Америке в 6 раз, в других странах там в 5, в 6, в 7, у нас в 2 или в 3, потому что все-таки как-то действительно была на подсознательном уровне вот это вот, ну, были эти подсознательные рамки ограничительные, так сказать, это у нас еще все-таки был действительно советский строй с высочайшим уровнем нравственности, по крайней мере, с тех еще с 40-х, 50-х годов он шел и не был уничтожен еще к 80-м до конца нашим народом, да, в нашем народе, но тем не менее, тем не менее, всегда государство, если оно не враг своему народу, то есть власть в государстве, не враждебная рабочему классу, то есть большинству людей, ну вообще народу всему, то тогда никогда не выгодно будет, никогда, потому что гораздо больше трезвый народ, нация произведет валового продукта, гораздо более высокого качества, с меньшими затратами, временами и так далее, если она будет трезвые, они будут пьяны. А когда у нас даже по официальным данным были десятки миллионов алкоголиков и пьяниц, а еще не подсчитаны те, кто стоит на грани переходного периода, то это треть страны, две трети страны были уже алкоголиками и пьяницами. А с точки зрения науки собореологии, науки отрезвности, алкоголик не тот человек, который в луже валяется, или который там как он бухает, и из него все течет, он уже не с животного уровня. Нет. Алкоголик это тот, кто не представляет себе праздника без бутылки на столе. И это абсолютно с точки зрения психологии. Правильно. Потому что если у человека больная ассоциация праздника и поганой бутылки на столе, от которой твои же братья, твои же, как говорится, одноплеменники, твои же родственники и так далее, дети и так далее, они спиваются и становятся убийцами, насильниками, так сказать, самоубийством поканчивают жизнь и прочее, прочее, и прочее, то ты соучастник, ты и идиот, и соучастник. Так, хорошо, дальше. ...которые, может быть, могли бы скомпенсировать падение на нефть, которое тогда имело имя... Обалдеть можно. Вместо этого... Скомпенсировать, это как раз был подъем производства, подъем, так сказать, увеличения дохода. Когда трезвые были вот эти годы, когда увеличилось количество детей, рожденных, и не стали отдавать такое количество детские дома, когда вот это все начало, вот тогда спохватились враги народа, что с этим надо срочно кончать. Иначе они вот эту контрреволюцию капиталистическую не произведут, которую произвели. Денационализацию, то есть ограбление народных богатств, так сказать, и так далее, да, в руки сосредоточили отдельных взятых мерзавцев. То есть, и вот этого бы не произошло. Поэтому, именно поэтому, во главу угла гарвардского проекта, директива 20-дрападминута, вот этой Алина Далеса, которой было сказано, что как будет уничтожен Советский Союз, а потом Россия планы, их вот этот гарвардский, а потом хьюстонский проект, потому что там четко прописано, что через алкоголь, табак и другие наркотики будут уничтожены, нравственность народа, его духовность, подмененные понятия ложные на истинные, которые будут прославлять телевидение и кино, то, что сейчас мы имеем. И уже тогда имели, с 60-х годов, активно, когда главный герой, фильм снимают, действительно герой, человек, то есть, как вот эти границы стираться начали, как их начали стирать, когда главный герой, действительно положительный человек, за которым мальчишки, которые смотрят вот этот фильм, как в вагоне в воду, так сказать, как вот действительно за героем, за человеком, а он пьет и курит, пьет и курит, и они хотят подсознательно подражать этому прекрасному человеку, герою, действительно. Вот как начали враги народа внедрять сознание, в подсознание молодежи, детей, что алкоголь норма жизни. И вот это потом, как матрица, как прокатились мы через эту матрицу стереотипов, догм, и вышли, как это, со школьной скамьи, сформированными с тем, что пить нужно, и пить можно. И пить даже нужно, а в компанию, но то, конечно, пиваться не надо, а надо вот под это вино. Так, так, в 60-е годы создали теорию культурно-умеренного питья. Де-юра, это было для того, чтобы отучить алкоголиков пить, а алкоголиков пить отучить нельзя. Одного из ста можно, или там, ну, какими-то ценовыми усилиями, а ведь враги-то народа берутся за что? За детей, за будущее поколение, ну, как в Гвардовском проекте и сказано. Поэтому, де-факто, было направлено на то, чтобы споить молодежь, потому что ты только скажи, что хоть как-то можно, вот хоть как-то подо что-то, это подо, это красное вино подо, начнут пить, а дальше вступит в силу самосущность природного, вот этого явления, ужасного, это наркотика. И наркотик возьмет свое, будьте уверены, как он и берет, мы же видим факты, истину-то мы видим, а истины то, вот как есть на самом деле, мы же видим, что происходит. И как ты говори, не говори, отучай, не отучай, алкашей ты уже не отучишь в массе своей. А детей от этого болота, женщин, так сказать, еще можно оттащить, если запретить, запретными мира, как ты хочешь. Конечно, запретными. А что, так сказать, все можно? А, ну так, ну давай бери, иди насилуй, им же хочется насиловать, правильно? Насильникам. А если их запрещать, запретный плод сладко, они еще больше будут хотеть насиловать. Давайте, так сказать, разрешим им насиловать. Это именно из одной и той же области, просто у него в подсознании сидит, если он искренне вот этот бред несет, что, значит, алкоголь это естественно, и как же без него вообще можно? Без него нельзя, это же атрибут жизни, вообще без него умрешь, мол. Это что за бред-то? Умрешь от него. Какая это жизнь? Это смерть. Решил, что нужно вот просто, ну, запретить водку и все. Стали люди от этого меньше пить? Да нет, не стали, они стали просто употреблять суррогат. Тоже бред, вражеский бред, который несут еще вот с первого сухого закона 914 года. Когда, так сказать, Сталин нам говорит то же самое, один в один, эти враги народа ничего нового не говорят, что, мол, вот запретили легальный, стали суррогат, а суррогат стали травиться и так далее, и так далее. И аппаратов, мол, изъяли, вот самогонных много, а их потому много, в 20-е годы изъяли при советской власти. Потому много, потому что изъяли все, потому что тогда деньги выплачивали участковым, кто находит, как премию, они все быстро изъяли. Изъяли 100% аппаратов, ну, 99, ладно, изъяли. А до этого никто не изымал, поэтому сразу статистика, о, в сотни раз, в тысячи больше стали, значит, варить, не больше, просто их сделали и изъяли, те, кто хотел заработать на горе народное, на селе, вот эти вот мерзавцы, а их все изъяли. Поэтому статистика говорит, или от суррогатов скончалась там больше в три раза, чем это было там в 13-м году. Да потому что в 13-м году вообще не потребляли, а тут стали потреблять те конченые алкаши, суррогат, как кто потерял все человеческое достоинство, им лишь бы нажраться, хоть тормозной жидкости и так далее. Жалко таких? Нет, таких не жалко, если человек уже потерял все человеческое достоинство, он уже самой своей сущностью, во что превратился, оплевал звание человека, кто рядом с ним, он уже споил как минимум десяток человек, которые от него погибли потом, потому что каждый человек является примером для кого-то в своей жизни, за какой-то промежуток жизни, обязательно. И каждый алкоголик затаскивает с собой несколько пьяниц, пьяницы, трезвенников и так далее по этой цепочке. Вот как это все происходит. И вот эта лживая статистика, так же, как то, что я рассказываю про среднюю продолжительность жизни, якобы 30-40 лет в старой древней Руси, и у нас чуть не в 19-18 веке было, я тоже расскажу, объясняю, как хитро подлые люди играют вот этой статистикой. То есть, почему это и правда, и неправда. Но как умело в руках мерзавцев используют эту статистику. Понимаю. То есть, практика вообще показывает, что вот такой полный запрет употребления алкоголя, он ведет просто к тому, что человек его употребляет обращаясь к услугам всяких нелегальных производителей алкоголя. Но полный запрет героина приводит к тому, что этот человек, который так хочет укольнуться, прибегает к, так сказать, вариантам нелегальным. Что за бред? Что за бред? Если государство, а роль ее запретительная, одна из важнейших роль, ограничивающая свободы, чтобы народ остался живым в условиях нездорового окружения этого государства другими, которые всегда хочет другое государство завладеть ресурсами, богатствами и так далее, страны, так сказать, иной, другой. Так вот, государство, значит, в ее роль входит запрещать те вещества, все то, что приводит к вырождению, деградации, к уничтожению народа, своих граждан. Это естественно. Поэтому все то, что уничтожает народ, надо запрещать, безусловно. Надо наказывать, уголовно наказывать. Из-за наркотики, те легальные, нужно расстреливать, конечно, нужна смертная казнь, официальная, легальная, это фашизмом, товарищ дорогой, не будет, как в Китае. На полтора миллиарда был опыт, когда англичане на кокаин, на морфе подсадили, так сказать, миллионы погибало китайцев, но они нашли силы запретить жесткими мерами, потому что не жесткими невозможно. И все, проблему решили. А сейчас, когда, понятно, деньги, и тем более сейчас, когда там большие деньги стали крутиться, а когда валюта, мировая наркомафия идет туда, где валюта, естественно, где наживы, народ им наплевать, естественно, их задачи на костях, на смертях составить свои капиталы. Ну, и есть другая, более высшая задача, но это уже других уровня лиц, организаций. Так вот, сейчас в Китае 15-20-30, не более за год этих, на полтора миллиарда китайских преступлений, наркотичных, наркомафии, всех ловят и официально, публично, не закрыто, гласно, на трибунах казнят, показывают по главному каналу телевидения. Это правильно, потому что желающих нет, потому что они такими действиями, убийством подонков и преступников самого высшего порядка, они оберегают миллионы людей своих сограждан от неминуемой гибели. И, безусловно, такое же нужно сделать и с алкоголем, но не сразу, а после того, как народ и нация проснутся поймут и потребуют сами, сам народ потребует таких наказаний за то, как эти подонки уничтожали своих же граждан, соплеменников на протяжении десятилетий, по миллиону в год, как на войне, у нас уже больше, чем, как сказать, ну, скажем, с конца 80-х, середина, больше погибло от алкоголя людей, чем во всю Великую Отечественную войну, во сколько не родилось. Менделеев-то считал правильно, сколько должно быть, так сказать, если даже будет война определенных масштабов, он все просчитывал, 300 миллионов. Какому году? Ну, так вот, я вам скажу, что китайцев было в России дореволюционную, если брать историю России, Руси, чуть-чуть больше, чем в России, а первый тип воспроизводительный, вот, в общем, Германия и Россия были страны, у которых больше всего была рождаемость, выше, чем в Китае, это тоже мало кто знает, выше. И именно уничтожение вот этой планки рождаемости, нежелание иметь детей, рождение ублюдков и рождение дефективных с органическими изменениями поражения органов и тканей, и брошенных в дисперзорных, так сказать, детей, брошенных в детских домах и так далее. Все эти графики ровно идут с увеличением потребления алкоголя на душу населения в любой стране и нации. В любой. И тем более в тех народах, которые вообще не имеют никакой, скажем, такой ферментативной защиты, никакого фермента алкоголя до гидрогеназа, то есть очень у степных равнинных народов, тем более народов крайне усиливают, хотя и у индейцев и так далее. Вот почему их уничтожили за три поколения огненной войны? У них вообще не был алкоголь, вот эта защита так называемая природная алкоголь до гидрогеназа. А у нас ее практически нет. Но даже в тех странах, где есть в большей степени, где виноград 100 тысячелетиями употребляли, Италия, прочее. И все равно врачи, честные врачи, говорят, что идет катастрофа. Катастрофа, потому что спаиваются и французы спиваются, спаиваются, поэтому и детей нет по одному-два. Не потому, что там навязали, это в том числе потому, но это второе уже следствие, это причина-то. Вот в чем, в алкоголе именно. А потом уже идут, так сказать, идеологии, которые надо самим на ноги ставить, 30 лет там работать, а потом вроде бы ребенка одного что-то завести. Конечно, тоже вражеская работа, но это все работа одних и тех же мерзавцев по уничтожению народа, населения тех или иных государств. Оля, да, если это Советский Союз то это самогонщики, вот в Соединенных Штатах тоже был опыт такой вот идиотской совершенно борьбы за отрезость, там появились бутлегеры, которые, опять-таки... Потому что, правильно, потому что форма не суть была неправильная, а форма изложения, форма воплощения этой идеи была специально сделана так, направлена определенными хитрыми людьми в такое русло, что политики просто честные, которые были за это, они просто не поняли, как их использовали, использовали саму идею трезвости. Потому что необходимо в народе действительно пропаганда почему, зачем. И упивать надо понятно на что. На национальные идеи, на патриотические чувства, на то, что человек должен человеком оставаться, на то, что он должен не посрамить память предков своих, что алкоголь приводит к деградации, алкоголь любое количество приводит к растению, разложению ума, так сказать, нравственности и так далее в обществе, что, так сказать, все преступления, которые совершаются, если ты хоть грамм употребляешь алкоголь и, зная, какие беды народы горю приносят вот это все, то ты вносишь свою лепту в дело уничтожения своего народа, ты предатель, леуды кончены, если ты хоть грамм употребляешь, потому что ты становишься соучастником, вот какие слова, и, конечно, надо было находить и их обыгрывать, их преподносить, показывать, что происходит, это ничего не было сделано в том должном уровне, масштабе, как это должно было сделать, поэтому не идея, здесь не про оформы и реализации, подпольно торговали все равно спиртным, поэтому находились те, кто подпольно торговали, сколачивали состояние, мафия, которая коррумпировалась, ласки и прочее, потому что именно эта, часть вот этой власти, капитала именно, у кого в руках были уже тогда в Америке, и банки, и все, нужно было сделать из народа быдло, которое на комиксах, макдональдсах и так далее, будет делать все то, четко это, работать на господствующий класс, так сказать, безропотно, думая, что они не рабы, а у них демократия якобы, хотя там и в 30-е годы, например, было, когда там золото был, закон, по которому обязан каждый границ США, гражданин, сдать в полном объеме, иначе 8 лет тюрьмы, это тоже все было, это мало кто знает, какими, так сказать, стараниями, были сделаны дороги в США, именно бесплатные, практически работающие силы за похлебку и так далее, это только, а те миллионы разорившихся фермеров, которые разорили не случайно, а специально, вот и пошли на этот расходный материал и так далее, так вот, вот тогда нужно знать перед тем, как говорить, тем более такие вещи, такие очевидные глупости. Второй момент заключается в том, что люди будут употреблять суррогат и спирт, да? Нормальные люди, естественно, не будут потреблять никакие, не спирт, а тем более суррогат, а те опустившиеся люди, которые почему-то хотят одурманиться, да пусть они чего угодно потребляют, они уже для общества пользы и так не приносят, и не принесут, но только горе и беды, и разложение у этого общества, и убытки, в результате, так сказать, начинают каких-то, не знаю, там, поджогов, чего хотите, до испорченных, так сказать, я не знаю, станков производств, разрушенных хозяйств и так далее, вот это принесут. Поэтому, если человек нормальный, человек, он, разумеется, суррогаты какие-то, как он пить не будет, потому что он выше этого уровня, он вообще, как может нормальный человек вообще это алкоголь лакать, то есть, именно лакать то, отчего остальные люди вокруг него дуреют, с ума сходят, становятся нелюдьми, это не может сделать нормальный человек, что за бред несет психолог. Всякую там тормозную жидкость, одеканную. Охренеть. То есть, ну это, это уже, я не понимаю, это недостойно не то, что психолога, а просто любого человека нести такой бред, то есть, что он хочет сказать, что в основе человеческой природы заложена естественная потребность к одурманиванию, так он конченый дебил, можем так сказать. Знаете, как в анекдоте, да, советских времен, молодой человек приходит в парфюмерный магазин и говорит, у вас там какой-нибудь там, одеколон, шипр есть, продается, он говорит, нет. Молодой человек, когда спрашивает, а какой есть, продает, делает так. Студент, молодой человек делает так, нет, это дорогой. То есть, ну... То есть, те мерзавцы и подонки, те же самые, которые разлагали через кинематограф глумясь над советским прошлым, действительность, над честным трудом, патриотизмом и так далее, и так далее, они же насадили те самые пошлые, подлые анекдоты, которые гнобили нормальных людей идеологию, которые говорили о том, что, мол, вот, естественно, если волки нет, то, мол, надо, значит, одеколон или искать какие-то еще большие извращения неестественного потребления, чего бы то ни было, чтобы стать окончательным, конченным дебилом и дегенератом. И он хочет сказать, что это естественно, ну, если психолог говорит, что естественно в природе человека быть дегенератом, идиотом и одурманиваться, то тогда вообще надо закрывать, я считаю, такую науку, как психологию. Ну, конечно, я так не считаю, я считаю, что это просто никакой не психолог, а идиот. Мы все об этом знаем, мы все это проходили, поэтому полный запрет на курение, на употребление алкоголя, конечно, это, ну, абсолютно лженаучная мера и пропагандировать это. Да? То есть, так лженаучно получается то, что запрет, например, действительно за рулем употребление алкоголя действует уже больше 80 лет, это тоже лженаучно? Или это доказано, что если за рулем не пить, то количество аварий снижается, я не знаю даже во сколько сотен тысяч. А если все будут пить за рулем, то в тысячи раз будет больше аварий, потому что именно те, что сейчас есть, почти все от алкогольного потребления, причем учитываются только те, когда выпил человек сегодня, а если он выпил вчера, а вы знаете, дорогой товарищ, ну, например, мозг наш, который стоит из омега-3 жирных кислот в основном, да, он вообще-то, как раз, ведь алкоголь, это еще этиловый спирт, это универсальный жирорастворитель, и большая часть алкоголя выпит, ассорбируется, и именно в мозгу человек, где больше всего жирных кислот, и вот именно там идет разрушение королевого головного мозга, когда человек теряет координацию, смотря какой центр разрушается в данный момент, нравственность и так далее, и вот совершаете безрассудство либо преступление, которые, в результате которого, например, на дорогах, да, как раз погибают, это 90-95% всех мертвецов на дорогах, которые, кстати, как каждый месяц, как, так сказать, больше, чем в Афгане, погибло за всю историю, так сказать, Афганистана, да, уж за год, это во много раз больше, и вот эта вся армия, так сказать, каждый год, погибающих только за рулем, это все практически, которые пили, причем сегодня пили, а учитывать вообще надо, которые пили месяц назад, потому что до двух месяцев идет разрушительное воздействие на мозг, любого количества спирта выше 6 грамм выпит, вот еще академик Углов, и Павлов, и другие, давно-давно наказали, причем они были именно настоящими учеными, в отличие от тебя, товарищ дорогой, а вот это научно, что за рулем пить нельзя, а почему можно пить, значит, тогда в другой жизнь, а что такое, а почему, спрашивается, от этой жижи, от этого алкоголя, вдруг что-то происходит, то, что за рулем человек теряет рассудок, сознание, эту координацию, начинает давить других, даже если он того не желает, конечно, да, а потому что такова природа этого наркотика, потому что такова природа, так что естественно потреблять эту мерзость, от которой ты становишься, вообще уважать порядочный человек себя просто не может, если он употребляет эту мерзость, он просто становится ублюдком и дегенератом, он не должен это делать, и дело не в мире, а в самом наличии той мерзости, которая так унижает человеческое достоинство, которая уничтожает целые народы, стирая с лица земли, и что? И это значит не наука, а наука что? Наука потакать своим паскудным желанием, извращенным, и оправдывать любую глупость, так сказать, лицемерие, подлость и что угодно, так сказать, выдавая за науку, оправдывать наличие, потому что ты это любишь и хочешь и признаешь это в обществе, у себя лично на столе, а поэтому ты готов оправдать как угодно, даже ценой глумления над человеческим разумом. Мягко говоря, не стоит, да? Второй момент. Опять-таки, если вы преследуете вот эту уже научную абсолютно цель полного избавления человека от употребления алкоголя... Это что такое? Какой же бред! Ну, какой бред! Как раз полностью научно, полностью научно и доказательно то, что человек не может, нормальный человек, как и всегда, на Руси была трезвость, а только и это порочат, и клевещут на то, что якобы всегда в основе, так сказать, было желание спиться, напиться любой ценой, а правда, это все клевета полная на наш народ. Так вот, в основе разумного человека изначально, иначе вида бы не было, то есть, является не разрушение, алкоголь разрушительное начало. Если бы в основе того, что напиться, спиться и так далее, это было бы естественно, как сам алкоголь, а мы знаем, что начало и конец предсказуем, потому что миллионы алкоголиков, они рождаются трезвенниками. И становится только потому, что алкоголь есть в обществе, а мера у наркотика быть не может, поэтому они сопьются, миллионы сопьются, а значит, не будет народа, будет вырождение. Если за определенную черту перейти, будет вырождение у нации, 8 литров даже ВОЗ постановило на душу населения чистого спирта, это полная, как там была формулировка Всемирная организация здравоохранения, полная деградация этносов, то есть конец. А у нас мы подошли, в 80-е годы было 24 литра, в три раза больше конца, и был конец. Вот и вымирало по полтора даже миллиона, и было больше отдельные годы, людей в год. Вот понимаете, вот что такое геноцид, вот что такое, и это сделано вот этими руками тех мерзавцев, подонков, либо дебилов, которые служат интересам других государств, целью которых является уничтожение нашей страны, и, естественно, завладение ее ресурсами. Если человек вот этого не понимает, он вообще идиот конченый. Это было всегда, столетиями были, такие войны по этому поводу. Но сейчас понимают, уже и оружие ядерное появилось, и русский народ не взять никаким уже воинами, и уже был упущен исторический этот момент. Поэтому, другое оружие нашлось, это генное оружие, а на этом уровне, приоритете, главным оружием является алкоголь, потому что он доступен. Народ считает, что это как бы традиция и обычая, и, так сказать, есть заинтересованные лица. То есть, еще раз, причина спаивания, причина пьянки, только три. Первая причина, это наличие в обществе уверенности, убежденности, что пить можно и нужно, что это естественно, что это якобы традиция, обычаи и так далее. И, так сказать, понеслось. Второе, а это вбивается в голову через СМИ, через пропаганду, через вот таких людей. Потом, второе, это что такое? Это сущность алкоголя, как наркотик. И начни пить, все, ты станешь наркоманом, алкогольным, и, так сказать, твоя дорога, понятно куда, но ты за собой еще утащишь многих, и очень хорошо, как раз это выгодно. И третье, заинтересованные стороны. То есть, те, именно, группа лиц, которые, то есть, можно ее назвать, алкогольные мафии, можно брать выше, назвать вот эти, транснациональный капитал, то есть, те силы, которые и ставят перед собой задачу уничтожить нашу страну, наш народ. Чтобы он не поднялся уже с колен, не увидел, что происходит, и постепенно вымирал, постепенно, тихим сапом, так сказать, вот завладеть территориями и так далее. Вот что это такое. Поэтому, честный человек, если он начинает хоть как-то здравомыслящие, трезво мыслить, он понимает, кому это выгодно, зачем и почему с таким рвением вбрасывается из этого нашего жизни, алкоголь как норма жизни, вот такими пропагандистами, почему так яро защищают эти мерзавцы бутылку на столе и у себя, и у других. Ну, значит, они либо конченые идиоты, и сами алкаши оправдать в своих глазах для себя же хотят вот таким хитрым психологическим приемом якобы выбросить это на всеобщее обозрение, якобы это вот истина, наука какая-то там, так сказать, которая противоречит самой жизни. Если любая наука жизни и истине противоречит, это уже не наука. А истина в том, что есть алкоголь, наркотик, есть человек потребляющий, есть миллионы погибших от этого и убивших друг друга и так далее, и продавших родину и так далее. Вот она истина, вот она наука, значит, соответственно, которую и Павлов, и Бехтерев, и Углов, и другие великие ученые, академики давно еще об этом говорили, все прекрасно доказали. Какие тут ученые? Если есть наука, то должна быть ученые, которые этому... А какие ученые? Назовите. Да никакие. Никакие. А если эти ученые и говорят, что алкоголь можно, по чуть-чуть, красное вино, то это надо слушать конкретный контекст выступления и вот так же, как вот этого товарища, разбирать, и будет понятно, что это либо придурок, либо вражина конченная, которая служит интересом вот этого мирового, так сказать, капитала, который, так сказать, ставит задачи перед собой, уже понятно, какие не буду повторять. Итак, это все всегда объективно. Всегда есть законы причинно-следственных связей. Наука, честная наука, единственное, честно, говорит истину, а именно констатирует факты, что происходит с людьми, когда они начинают употреблять алкоголь, становятся на этот конвейер смерти алкогольной и заканчивают жизнь свою, как миллионы других до них. И у нас есть выбор. Только либо быть абсолютно трезвыми людьми, абсолютно трезвыми, и не участвовать в этом паскудном деле, даже если ты не спиваешься, а если ты можешь пить культурно и умеренно, конкретно ты, не миллионы других, а вот ты конкретно, то ты еще больше преступника, если ты пьешь культурно и умеренно. Почему? А потому что у детей, из которых будут вырастать новые поколения, будет складываться, возможно, картина безопасного потребления, якобы безопасного потребления, этого алкоголя. А вот вроде бы радость больше, еще что-то там, которое они могут путать, путать еще дети, вот эти вот, так сказать, безрассудные улыбки, смешки, пошлые ужинки и так далее, с якобы радостью. Потому что они не имеют другой картины, если они видят перед собой семью, где только это происходит. Или аналогичные компании. Они видят, что радостнее родители, стать веселее, а морду вроде друг друга не бьют, не блюют. Ну и вроде бы это хорошо. И у них складывается вот это порочное, ошибочное представление о безопасности алкоголя. Они вырастают, начинают как родители пить, а потом они спиваются. А спиваются, большинство спиваются. Быстро, еще меньшинство, чуть дольше спивается. И несутся в пропасть, и погибают, и тащат за собой других. А вот такие мерзавцы или идиоты, не буду утверждать по какой из причин, такой ярой защиты алкоголя и такие глупости несусветные, которые недостойны не только психолога, тем более кандидат психологичного, но и обычного, любого здравомыслящего гражданина. Это просто поражает. Это просто не укладывается в сознание. Говоря ему всякие лженаучные глупости, типа тех, которые говорит Жданов, известны вот эти уже мемы, по сути, пропукающих бактерий. А вот как, вот посмотрите, какая хитрая подмена. Как, вернее, отличение от главной сути. Он действительно правильно уловил, я лично Жданова, тоже Владимир Юрьевич, знаю его лично, уважаю безмерно. Я тоже говорил, какую он огромную ошибку допустил, огромную ошибку. Когда он в шуточке про пукающих бактерий. Потому что есть мерзавцы, которые обязательно за это уцепятся. И главную суть, не смогут они противостоять истине. Но вот таким ошибкам, недопустимым, я считаю, в такой серьезнейшей теме, как пропаганда трезвого образа жизни и аргументация пагубы потребления любых количеств алкоголя, и последствия, приводящие к, начиная от этих потреблений, не отталкиваться и до последствий. Так вот, недопустимо. И были две ошибки, уж данного, политические, конструктивные, глобальные. Когда я, например, с такой лекцией аналогично выступал, например, у себя в школе, где я когда-то учился, там мне дали несколько уроков. У меня десятый класс, взрослые ребята. Они сидели два урока спаренных, на перемену никто не вышел. Не потому что не пускали, а потому что они сидели, открыв рот, ни одного смешка не было. Ни одного смешка. Это нельзя допускать к данной теме. Они потом прибежали, девочки, и говорят, Юрий Андреевич, а был последний у них урок истории, я не успел, надо же четыре часа, чтобы вот в таком темпе все рассказать, все поняли люди, да, и вот все правильно поняли. Все нюансы, все данные, все статические выкладки, всю логистику, всю жизненную картину вот этой жизни увидели перед собой, как вот открытое поле. Я, понимаете, я человека в жизни не выпил ни грамма, когда я эту лекцию, ту самую лучшую лекцию Жданова, которая называется «Алкогольный табачный наркотический террор против Святой Руси» от 2004 года, который идет более четырех часов и заканчивается телегонией. Вот я ее когда-то посмотрел и советую вам, кстати, обязательно посмотреть это, обязательно, то я ночь не спал, как вот он говорит про одного того священника в той лекции, у которого совесть осталась. И я человек, который не в жизни, и я сказал себе, что я не смогу жить дальше, просто жить, а совесть у меня не пропитая, поэтому я и не смогу жить. Если я тоже не займусь, как бы сказать, просвещением людей в этой области, и я тысячами диски Жданова, тысячами печатал, у меня возможность была материальная, мы бесплатно раздавали людям, многим, с кем бы я ни общался, начиная от там олигархов, миллионеров, до любых простых людей по своим видам бизнеса, по своим, там раздавая, посылая в города, давая другим, чтобы они распространили, это и тысячи людей, или и лично лекции читал, это и тысячи людей перестали употреблять алкоголь. И жизнь их совершенно изменилась, но к лучшему. Ни у одного человека, который откажется от алкоголя, к худшему из-за этого жизни изменится, а только к лучшему изменится. Больше свободного времени появится для развития духовного, времени для производительного труда, для того, чтобы с семьей или дело развивать, себя духовно. То есть вот будет только развитие, но не деградация. И поэтому истина в том, в данном вопросе, что человек только приобретет, а не потеряет, если он вообще не будет употреблять алкоголь. Но для этого ему надо говорить правду, эти факты. А вот то, что сейчас говорит товарищ, когда он пытается все с ног на голову перевернуть и оклеветать порядочных людей, это подлость, цинизм, низкая подлость и глупость человеческая. Про слепающиеся эритроциты, то, ну, опять, да, вот. Я вот считаю, что человек, который может выпить там в компании или по какому-то случаю, да, но не склонен впадать в запои. То есть у этого человека, который сможет выпить, но в запои не впадает, эритроциты, по его логике, не слепаются, коли он сейчас только что про эритроциты, говоря об этом, что это глупость. Правда, он так напрямую, пока, по крайней мере, я не знаю, что он дальше, не сказал, не опроверг, потому что он понимает, что, скорее всего, это правда. А, извините, тут давайте как раз науку. Тут и Углова, и других академиков, тут, собственно, ну, это элементарные, это, это, это даже еще Жданов в тот же своих лекциях. Проверьте, вот это, Несли Мацка и Пеннингтон, которые это обнаружили впервые, а потом тысячи раз это было подтверждено, безусловно, потому что липидная жировая оболочка эритроцитов частично повреждается алкоголем, потому что алкоголь это жирорастворитель, это вполне мы знаем, руки жирные, помазали спиртом, все сухие руки. И вот, значит, повреждаются оболочки клеток, и уже заряд отрицательный уходит у некоторых, а уже, если не минус к минусу, то есть, как каждая клетка, как магниты, друг от друга отталкиваются кусочки, да, а они будут, некоторые, отрицательный заряд уйдет, останется плюсовой, они слипаются, естественно, виноградные вот эти грозди, так называемые, сгузки, образуются от любого количества выпитого алкоголя, от любого, только больше или меньше. И тогда действительно, этот, вот этот микрокляп, даже два эритроцита спаянных подойдут к извилине, которые уже к нейронным клеткам головного мозга через микрокапилляры сосуды несет, на этом устье встанет этот кляп, два, и клетка нервная погибает от кислородного голодания через 5-7 минут. Этот трупный яд гной образуется, естественно, белки гниют, так еще и микровыпадоструктур, разрушение головного мозга, постепенно информация переписывается на другие, так сказать, ячейки, но это не постоянно может происходить. И человек постепенно теряет человечность, личность свою, деградацию, память, нравственность и прочее, смотря в зависимости от того, какие конкретно отделы головного мозга, коры большого полушария, разрушаются и так далее, и так далее. То есть, вот в этом есть истинные научные факты. И не склонен пить для того, чтобы набухаться. А для чего он будет пить? Вот я, например, если я хочу какого-то вкуса, там апельсиновый сок, я апельсиновый сок попью, хотя я его, например, не люблю особо, редко-редко, ну вообще, полгода не пил. Но хочу виноградный, я тоже ему виноградный, так сказать, виноград, и будет виноградный сок прекрасный. Если я хочу других вкусов, там, я да не знаю, там Иван-чай запарю, сделаю, значит, что-то, Иван-чай или травы какие-то, или... Это что за... То есть, человек либо пьет, чтобы напиться, чтобы эту эйфорию словить, то есть, он это называет по-разному, просто человек, кто честнее, он говорит, что да, нажраться, набухаться, честно, по крайней мере. Кто из себя строит, так сказать, он, ну, расслабится, или что-то еще стрессное, хотя безумие, стресс не снимается от алкоголя, наоборот, энцефалограмма. Человек принял наркоз, и ему легче стану, потому что он наркоз принял, можно глаз вырезать, он сделал операцию, обколоть глаз, там, так сказать, навокалином, или чем покрепче, и человеку больно не будет. А он наркоз принял, алкоголь, он поэтому снял болевые ощущения, и у него, якобы, голова не болит, а у него энцефалограмму сделать, если там еще худшее состояние, там страшнейший идет стресс, то есть, состояние ухудшается, а человек его просто не чувствует, так же, как вот шел, нажрался в деревне, пьянь конченная, на свадьбе было, например, и пошел, замерз, лег отдохнуть, а весь синий ногти чуть ли не сошли, боль-то была страшная, но боль не чувствовал, просто не чувствовал, потому что он принял наркотик, вот и все. В состоянии вообще забыться и потерять контакт с реальностью, что такой человек намного лучше, чем полный трезвенник, который верит вот в этот Ждановско-Кобовский бред, понимаете? То есть, какая же сволочь, тут уже я четко говорю, сволочь, почему? То есть, человек, который стремится к светлому, к чистому, к идеалам, к трезвости в данном случае, как норме жизни, чтобы сохранить нацию, страну, то есть, его побуждение не пить, основанное на том, что я, как бы, дитя своего великого народа, я, у меня душа болит от того, в какую пропасть народ катится, что, как страдают дети, какие горе, как рождаются умственно отсталые дети, именно по причине алкоголя и прочее, что уже давным-давно, столетиями известно, так сказать, науке и мировой в том числе, и я, я, если я буду употреблять хоть какой-то грамм, я буду соучастником, и только я понимаю, что полная трезвость, и личный пример, убережет, то есть, возможно, только это убережет детей и будущие поколения, я должен быть таким человеком, я другим не буду быть, моя совесть пройти, быть другим, и стать, и пить, употреблять алкоголь, и он сравнит, что этот человек хуже той безнравственной сволочи, которая будет ржать с поганой рожей, с вот этими ухмылками, ехидными, пошлыми, так сказать, бухать, пить, или культурно развлекаться, и показывая другим вот эти примеры, и уча этому, потому что ты бессознательно учишь детей своих вокруг тебя, окружение, этому же, потому что они копируют поведение во всем родителей, и как в детских садах проводили эксперименты, когда покажите, ребята, стол и так далее, как будто праздник, и они ставили эти дети уже, трех, пятилетние, вот эти кегли, вот эти вроде бутылки, и начали чок оцепить подражая, придуркам, родителям, а вы родители, идиоты, кто такой допускает, поймите, что вы уже уничтожаете своих детей своими же собственными руками, потому что миллионы тех конченных жизней, они начались с употребления, с первого, и есть единственный вариант, чтобы такого не произошло, но стопроцентный, но единственно точно верный, это чтобы они никогда не стали, и он говорит, что эти люди, эти честные, светлые, так сказать, на передовом вот этом рубеже фронта, которые до своей грудью, как говорится, прикрывают остальных, эти люди хуже, чем эти подонки конченные, которые ради своего сладострастия, чревоугодия, и пошлости, омерзения, вот это, вот это, желание опьяниться, охмелиться, и так далее, все, к чему ведет алкоголь, и все эти чувства, ощущения, так сказать, я не знаю, какие там они могут быть, вот это все, так сказать, можно просто взять и наплевать, растоптать человеческую душу, что он сейчас делает, плюет, мне лично в лицо плюет, и другим нормальным людям плюет, потому что он глумится над истиной, над правдой, над честью, доблестью, и порядочностью, и так далее, и он прославляет подлость, предательство, трусость, нечестье, так сказать, и так далее, все самое худшее, что есть в человеке, и это как можно назвать, это что такое, это уже тут, я думаю, целенаправленно. Понимаете, но если человек в 21 веке не знает, что эритроциты не слипаются от употребления алкоголя, ну это просто нет слов, ну о чем с этим человеком можно говорить, как он может бороться с врагами государства, как он может быть патриотом, ну наверное точно, это просто нет слов, и человек этот, да, ну что ж, тут можно, нет, то есть действительно есть метод и прием, когда абсолютные факты можно так явно и цинично, якобы опровергнуть, то есть оклеветать, что у людей складывается впечатление, ну если это так просто, действительно, это наверное так и есть, вот, а это раз, второе, значит, что он этим хочет сказать, даже если бы это было правдой, ну хорошо, не слипаются, нет, а что, люди не режут друг друга, с чего он начал, что он видит, не убивают, детей не выкидывают, ни с головой, не давят, и так далее, там, да, машинами, не убивают цинично и подло и хладнокровно, или в угаре и в припадке, так сказать, миллионами, а если это так, и он это даже сам не скрывает, сказал, так что же тогда, кто когда так поступает тогда, если, либо ты на одной стороне, либо на другой, здесь невозможен компромисс, потому что почему-то эти миллионы людей компромисса не нашли, им говорят, жены бедные, годами мучаясь своими погаными мужьями, вот этими подонками, пьяницами, алкоголиками, ты не пей, семья, там, да, 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 что правильно, понятно-то, и пьет опять скотина, убивая, духовно, уничтожая просто веру в человека, веру в себя, как в человека, в своей жены, своих детей, горе внося в семью, и ты ж, сволочь, говоришь, что эти люди, мерзавцы, и сколько можно это слушать, и так далее, так на чьей-то стороне, а здесь война, есть две только стороны, третья, штрейкбрехерская, никак не прокатит, значит, ты на стороне врагов народа, значит, ты говоришь о каких-то борьбе с несправедливостью, с сектами, или еще с чем-то, ты кем-то являешься, на самом деле, если в таком ключевом, основополагающем вопросе, проявляешь себя, как последнего, конченного мерзавца и врага. Если у него в башке, вот подобный бред. Понимаете, и это на самом деле очень большая проблема, действительно, как-то так вот случилось, что патриотизм сегодня зачастую, и, между прочим, ситуация с новым омбудсменом по правам ребенка, Анной Кузнецовой, это показывает, что, к сожалению, патриотизм, любовь к родине, и то, что человек поддерживает традиционные ценности, почему-то очень часто связано с тем, что этот же человек поддерживает какой-то абсолютный бред. Я позагибаю пальцы, там это полная трезвость, как метод борьбы. То есть, трезвость природная, естественная, которая дана человеку для развития его духовного, так сказать, мира и так далее, который алкоголь противоречит ему в корень. То есть, это неестественно, да? А естественно, значит, разложение, растление, деградация и вымирание, к которому идет алкоголь. Идиот. С алкоголизмом, да? С опасным алкоголизмом. Нет, не с опасным, а с алкоголем. В этом принципиальная разница. Не с алкоголизмом надо бороться идиот. Это бесполезно бороться с алкоголизмом, если человек уже конченый, он алкоголик, он наркоман, он требует. Единицы можно из них вытянуть, огромной ценой усилий, на которые отвлекаются как раз все силы. И как раз вот то, что нужно бросить все силы на то, чтобы молодежь не спилась, естественно, этих тоже оттягивает. Но главную, они бросают. Вот на это, на борьбу с ветряными мельницами. А борьба должна быть с первопричиной, то есть с алкоголем, то есть с того инструмента, с того оружия, которое уничтожает наш народ. И не поняв это, нация обречена, если нация не понимает, что алкоголь является оружием в руках тех сил, которые хотят уничтожить наш народ и достичь той цели, чтобы максимальное количество молодых людей с самого минимального возраста начали употреблять и спились, разумеется, быстрее. Вот они за это берутся, они уже добились этого, я скажу. А дальше идет деградация. Уже личность и морально-нравственная, духовная деградация сразу за, так сказать, алкогольной бездной начинается параллельно и приводит к полной деградации. Когда уже два слова связать не могут, когда уже мыслить трезво, нормально не могут, в прямом переносном смысле этого слова. Когда язык упрощается, богатый великий русский язык, язык Пушкина и так далее, деградирует. И так далее. Вот что сейчас происходит. Именно первопричина здесь, именно алкоголь. Именно алкоголь, как легальный наркотик, самый масштабный, самый доступный и самый еще такой возведенный в традиции обычаи якобы. И поэтому, так сказать, самый, вот именно, понимаете, и поэтому народ не защищен здесь от него, если он не имеет. Самое главное оружие в борьбе с этим злом это правда, истина вернее. Потому что правда может быть разной, подать, а вот именно истина. то есть как оно на самом деле есть. А есть понятно как. Это антипрививочники. Ага. Понятно. Это люди, которые... То есть можно прививки колоть. Ну понятно. Ну для этого я вот ничего сейчас специально говорить не буду. Кто в теме, тот в теме. Но послушайте червозь. То есть вот та самая, наберите в интернете, кто хочет понять. И просто послушайте доводы, просто доводы. А дальше не верьте, а проверьте то, что говорит, например, профессор Червонская. А иммунолог, кстати, а не психолог. Иммунолог. И она разбирается в своем предмете больше, чем врачи-педиатры или те, кто за эти прививки. То есть ставить эксперименты над нашим народом, над теми прививками, которые новые, интересные идут из-за рубежа. К тому же прививки содержат формальдегид, содержат, так сказать, селькат алюминия и прочие прелести, которые, так сказать, приводят к тому, а уж мне-то пишут столько писем насчет этих прививок тоже, в том числе, те родители, которые, к сожалению, попались на эту пропаганду, стали делать все эти, все подряд, по 20 прививок в одной, так сказать, и так далее, вкалывать новорожденным детям со слабым иммунитетом еще вот эту, так сказать, и он еще считает это туда же, к сектам относится. А с какой, интересно, стати? Столько лишь с той, что это официально разрешено? Ну, например, в той же фашистской нацистской Германии официально разрешали, так сказать, там уничтожать людей за определенный, вот то, о чем он говорит, против чего он является. То есть, дело, наверное, не в том, что де юра, а де факто, в том, что против совести или нет, или против разума, или не против разума, разумно или неразумно, логично или нет, вот об этом надо думать в первую очередь. И, наверное, надо проанализировать, а не потому, что прививки когда-то что-то там сохранили жизни, против, значит, вот там распространения таких-то заболеваний и так далее. Вот не надо с ног на голову все ставить, а нужно разумно мыслить и отделять, так сказать, то, что было, то, что есть, то, в каких объемах были прививки, какие были прививки, что сейчас стало конвейером. Верят в телегонин. А, понятно. Ну, естественно, он сразу тут прошелся и про телегонию. Понятно. То есть, это абсурд. Ага. Ясно. То есть, народы были идиоты во все времена, что сохраняли целомудрие как норму жизни, что, так сказать, вот эту непорочность действительно берегли себя, как говорится, для семьи, для вот этого высшего сакрального, для мужа, жены, для жены, жена, для мужа и так далее. И действительно продолжался чистый рот, ублюдков практически не было и так далее. А то, что телегония, то, что передает, то, что уже на десятках видов животных известно, не только насчет той зебры самой жеребца, то, что Ждана приводит, а, так сказать, массы, то, что науковолновая генетика говорит об этом и доказывает. Именно наука и тот же Академик Горяев, хоть и многие другие, не только он. Это, конечно, по его мнению лженаука. Ну, а не лженаука то, что мы, люди, произошли от обезьян, наверное. Ну, понятно. Это люди, которые отрицают необходимость рожать в роддоме и говорят, давайте-ка мы сами родим. А, ну, понятно. Значит, а здесь другое дело. Значит, если бы в родильных домах были бы созданы морально-психологические условия, идеальные, а не только гигиенические, которые, конечно же, обязаны они создавать и, скорее всего, создают, хотя сейчас не все дома, к сожалению, но как бы должны. Хотя мы знаем, из роддомов вывозят мертвых, когда их там тащат за голову и те же пьяные, порой подпитые вчера-позавчера врачи и медсестры. И такое мы знаем. И поэтому люди, естественно, боятся и по многим другим причинам. И хотят сами в другой психологической обстановке, но тогда надо, я согласен, звать профессионалов, акушеров, у которых есть огромный опыт приема детей, так сказать, и так далее. Вот это совершенно правильно, потому что в этом есть здравое зерно, потому что риски все свести надо к минимуму, ну не надо под суртинку и под одну единую, так сказать, планку все подводить, называть всех, я так понимаю, он там борец с чем-то сектами, или он это все считает наверняка сектантами. Ну все, кто не за нас, то, кстати, тоже термин секта, как и термин фашизма, он не понимает, потому что, если его, так сказать, начать разбирать, будет понятно, что он говорит не о том. Ну да ладно. Это люди, которые говорят о том, что пищевые продукты отравлены. А, понятно. Вот как он, конечно, все пищевые продукты, безусловно, не отравлены. Но, что значит отравлены? Ну, кстати, дайте послушаем, что он имеет в виду. Что глутамат там вреден, например, да? Нет, он полезен. Он просто полезен, можно бисером, стеклянные бусы, покрыть тем же глутаматом, да, натрием и так далее. И есть другие пищевые добавки вкусовые. И будут карпы, например, есть это стекло. Нет, можно и людям нормально, так сказать. Поэтому человек больше сожрет. Почему нельзя? Он больше купит, больше съест. Как в рекламе было с кетчупом таким-то, любая, как-то там сказать, что пищишь, становится едой или что-то типа этого. Или любое, что угодно там становится едой. Ну да. Вот, поэтому и становится. То есть, это можно, он считает, это нормально. То есть, а я считаю, что пищу, которую создал, там, природа создала либо Бог, либо Боги, пожалуйста, как кто хочет. Вот как есть, как вот бытие, то есть, вот истина. То есть, это вот то, что мы как факт видим. Вот то, что создано природой, по этим сложнейшим законам природы все существует и гармонично, и естественно, иначе бы мир не существовал и не было бы его. То тогда все, что в нем естественно и это потреблять нормально, то, что соответствует видовому и адекватному питанию человека. Ну а то, что соответствует пищевой, химической промышленности потреблять, разумеется, неразумно и, разумеется, вредно. И он считает, что и этих людей тоже ненормальными. Обалдеть. Глутамат знаменитый, который делает еду вкусную. Дело не только в глутамате. Там существует огромное количество разных добавок. Ну и многие другие мифы, они тоже очень часто сидят. То есть, можно. Обалдеть можно. Яд в головах патриотов, это очень обидно. Потому что именно в этом слабость современного патриотического... Да нет, в этом сила. Сила в правде. Сила в истине. Сила в том, что ты начинаешь, если понимать, как устроен этот мир, ты начинаешь понимать, где есть ложь, а где есть истина. Вот тогда ты вооружен. А если предупрежден вооружен, если ты уже... Это как пословица. Хочешь в мир, а готовься к войне. Она, это настрадавшаяся истина поколений. То есть, это действительно истина. Потому что, если ты не будешь готов. Если будешь слаб, тебя будут захватывать. Тебя возьмут голыми руками. Если будешь пьяный, завладею твоим разумом. Завладею твоим имуществом. И так далее, и так далее. Отпашешь ты, как, так сказать, безвольное существо, пока можешь, а потом тебя выкинут на помойку, на свалку. И так далее. Вот это правда. Это истина. Посмотрите, как либерасты куражатся, когда они обнаруживают, что очередной патриот исповедует какие-то вот эти лженаучные, мракобесные, абсолютно идеи, которые абсолютно противоречат современной научной картине мира. Так. Ну, вот это вот очень интересно. То есть, он, судя по всему, тоже, называя либерастами, значит, не любит их. То есть, он вроде бы как патриот, вроде бы как. И не любит этих самых либерастов. Ну, хорошо. Только сам-то им употребляется, уподобляется и служит. Именно их же идеи. Их же, фактически, вот этой троцкистской идеи. И, по сути дела, является таким же либерастом в этом смысле. Коля не понимает таких простых, примитивных вещей. Оригинальную он позицию занял, странную. Есть такие люди даже среди вот и даже славянских вот этих там движений, течений есть, которые вроде бы свой, то есть, такой чужой среди своих, наоборот, да? На самом деле он чужой, то есть. Поэтому, вот, но красивыми словами, фразами, вроде бы, так сказать, тем, что понятно людям, и хотят они то, что услышать, пытаются втереться в доверие, а потом дальше вводят в чём-то в сторону. Вот не это ли, как говорится, только в данной области представляет себя вот этот человек? Вот это интересно, конечно. Или действительно его такие страшные заблуждения на эти темы, особенно, ну, главное, на алкогольную, у него есть. Ну, если, конечно, это так, то я, конечно, извиняюсь за то, что я его называл врагом, но только у меня не вяжется представление, что человек может быть настолько глуп, что он таких примитивных, простых вещей, о которых я говорил выше, не понимает. А если он это прекрасно понимает, человек не идиот, то значит он враг. Потому что иначе, ну, так сказать, просто быть не может ещё вариантов каких-то. Вы меня простите, но как вот можно ожидать, что мы победим кого-то в войне, если у солдат, которые будут воевать, в голове полный бред? Конечно, бреда не должно быть, должно быть понимание, что если от алкоголя твои друзья умирают, и каждый теряет, знает знакомого друга и кого-то, кто разбился, и он, я в Пушгорах живу, знаю на одном месте, на одном и том же, где поворот, потому что по прямой пьянице въехали, одного примерно возраста за 20 лет, один разбился, другой разбился на смерть и так далее. Я знаю, что это от алкоголя. Так значит, алкоголь потреблять нельзя, неестественно. Значит, ты просто подонок конченый, если ты потребляешь алкоголь, потому что ты разрушаешь своими руками, ты потребляешь то, от чего они погибли, от чего они убили других. Значит, ты извращенец и придурок, если ты это делаешь. Вот поэтому это нельзя потреблять для нормального человека, и неестественно. И говорить, например, с ног на голову здесь ставить, и таких людей ненормальными выставлять, это верх паскудства. Вместо того, чтобы бороться и понимать, что сегодня Соединенные Штаты реализуют свою мировую гегемонию и с помощью методов военных, дипломатических, экономических. А через алкоголь они не реализуют это? В их программе-то и было изначально директивы 47-го года, и написано, как это будет реализовываться. Некоторые такие же умники тоже говорят, это все ложь, это все придумки лжепатриотов или патриотов, это все, так сказать, неправда. Да, очень хорошо, только об этом было когда сказано. А так ли это происходит на самом деле? А точно так. Точно так. Тогда поделка ложь это или не ложь, мы говорить вообще не имеем смысла. А имеет смысл, говорит о том, что есть на самом деле. А на самом деле мы видим, что есть, и что такое алкоголь, мы понимаем нормальные люди. И поэтому как раз потреблять алкоголь любых количеств, это преступно, подло, глупо, цинично и так далее. Санкции против нас вводят информационные, поддерживают, скажем, агни... Вот это и есть информационная война, что она сейчас ведет. То, что якобы алкоголь, как часть нашей жизни, что полная трезвость, это ненормально, и что люди эти ненормальные, которые, что они лже-патриоты и так далее. То есть, на чьей стороне? Вроде бы, да, так сказать, вроде бы говорит он, что он патриот. Ну, вроде бы, так сказать, потому что понимает, что Америка, что вот эти все, так сказать, какая информационная война ведется. Но не понимает почему-то, что часть информационной войны это как раз война за спаивание народа, с чего, собственно, и берутся, а дальше уже давят клещами во всех остальных плоскостях, так сказать. Деятели интернетовских и, наоборот, не поддерживают и мешают работать другим. Но вместо того, чтобы нацелить людей на вот эти реалистично, адекватные цели, мы им говорим, знаете, оружие Запада против нас основное, это то, что у нас народ пьет, поэтому надо запретить выпивку, и нужно создавать секты трезвенников. Нужно делать все комплексно, а без этого основополагающего начала, конечно, которое параллельно, и все остальное надо делать, безусловно, это не значит, что одно другое отрицает. Как можно скатиться до такой психологии, что как будто те, кто говорят, например, Жданов говорит про алкоголь, про то, что надо запрещать, надо вести пропаганду, обучение, говорить правду людям, но при этом он говорит, что аборты это такое же убийство, я не знаю, интересно, как это товарищ к этому относится, про идеологию, про совесть человеческую, про то, что действительно США, безусловно, ведут против нас работу по уничтожению нашей страны, вот этой холодной войне, победили, победили как? А именно через алкоголь, вот это не понимать, я не представляю, потому что все остальное, растление, так сказать, предательство, все идет с того, что человек свою естественную, чистую душу оскверняет, продает, пропивает, и дальше он готов уже изменить жене или мужу, потом там выше ставится, или там он, допустим, чиновник, он родину готов продать, а первая причина алкоголь, потому что, так сказать, именно разрушается, деградирует личность человеки. ведь это еще одна большая проблема, третья, о которой я хотел сказать, ведь, к сожалению, сегодня борьба за трезвость, это не только борьба за внедрение в головы людей абсолютно лженаучных идей, это еще и... как он сразу охаял, то есть, докажи, что это лженаучная идея, я, например, докажу и доказал, и, так сказать, это, я не знаю, ну, то есть, это просто почитайте труды Павла, Бехтерева, что он говорил про тем врагам, которые служители того самого мирового сионизма и капитала, которые пришли, и говорят, любые деньги дадим за институт, организуйте, докажите возможность потребления алкоголя, а он сказал, что честный ученый русский, тем более, вообще любой честный ученый, никогда в жизни свою совесть и душу не продаст и ни за какие деньги, ни за что, и против такой антинаучной лжи будет наоборот выступать всегда, он что, выше себя Павлова поставил, кто это такой вообще? Хренов психолог. Дания сообществ трезвенников, которые, по своей сути, очень напоминают секты. А, да, это ты, значит, бред, ну, есть такие психологи, которые уже, у которых мания, которые, так сказать, во всем видят объект своего как бы изучения, да, но в основном это бред, конечно. И вот в данном случае товарищ поехал опять в свою любимую область про свои секты. Ну, что за бред? Даже не знает, что такое секты по определению. Хорошо, называя тем, что он называет, как будто, будем его терминами говорить секты, так сказать, похоже, да мало ли что на что похоже. Например, если сидишь, похоже на такой, я не знаю, там, маньяка-убийцу, например, такого закрытого, ненавистника, который скрывается, так сказать, за своим якобы спокойствием, вот таким вот, спокойной речью, вроде бы, а на самом деле может маньяк какой-то. Мало ли кто на что похоже. Надо судить по фактам, по делам, а не потому, что представляется или хочется услышать, или что на что похоже. Секты им видятся везде, везде в его жизни будут, кому-то везде тараканы видятся, кому-то секты. Секты это как раз такие долбанутые, которые пытаются, так сказать, во всем видеть, что якобы это вот люди объединяются по своим каким-то антиобщественным, антинаучным или анти еще каким-то там идеям, у лжи, конечно же, обязательно каким-то, это люди ненормальные и так далее. А вот в чем сути, доказать он это не может, например, ну вот на примере алкоголя, наоборот, и несет бред, который даже, ну не то, что там про какую-то доказательную базу там таковой не является, а просто не является для разумного нормального человека даже аргументацией. То есть это люди там бездетные, социально дезадаптивные, бобыли там различные. Это вот новое по делам человеку, у которого, если не ошибаюсь, шесть детей, да? И прочее. Которые верят в теорию заговора, которые... Ты же сам, дорогой друг, веришь. Коре, говоришь, что Америка, что нас ведет вот ту самую войну, пропаганду и прочие, так сказать, либерасты. Так ты же сам, товарищ, веришь в теорию заговора, или что? А что, ее нет, этой теории? То есть заговора нет? Ну, можно назвать это как угодно. А что за заговор? Заговор монополий капиталистических, которые стремятся прибрать к рукам весь мир и всех людей, чтобы, так сказать, полная была у них гегемония, так сказать, уже вариантов, чтобы народ сбросил их паразитов с лица земли, не было. Они хотят, да, они ведут. Это заговор, да, заговор. Что этого нет? Это есть. Сама история человеческого говорит об этом, что это есть. Кругом врагов, в которые мыслят черно-бело, в эти сообщества очень сложно попасть. А если легко попасть? Вот, например, он называет сектами пропагандистов, здоровый, трезвый образ жизни. Ну, тогда давайте иди, дорогой друг, в союз борьбы за народное трезвие, поймешь, туда трудно попасть или просто. Я, например, пришел к Ждану, первые, когда мы познакомились. Я, просто мы с ним поговорили, вот просто, я просто созвонился, нашел там через кого-то, узнал, что Жданов там, я приехал лично к нему, я поговорил, и уже там через 20 минут он мне просто вот давит еще такой старый юбилейный металлический был, который в 80-е выпускали значок «Союз борьбы за народное трезвие», потому что родственные души, потому что мы поняли друг друга, потому что мы одинаково мысливаем, одинаково душа болит за то, что происходит, и как люди это не видят, не понимают в массе своей основной, да, и так далее. Вот, и трудно туда попасть. Да легко попасть туда, но если трудно, кто-то скрывается, я не знаю, о ком тогда он говорит? Кто-то, да, у кого-то так, но при чем тут алкоголь и движение трезвенческого, вот это, «Союз борьбы за народную трезвость», ну, о чем он говорит, Жданов там и так далее, о чем? Как тут можно вообще это лгать так нагло, а? Не дай бог вы человеку из этого сообщества продемонстрируете, что вы выпиваете иногда, да? Да. То это приведет просто к истерии. А если не приведет, вот мне надо приплевать, пьет он, не пьет. Если только не начнет этот человек, вот этот, который пьет, выпивает, учить меня или выдавать желаемость действительно, или он начинает, так сказать, говорить, нагло лгать, цинично, обманывая себя и других, еще меня идиотом делая в том, что я прав, а он нет. И начинает говорить, что это естественно, нормально, а кто не пьет, тот там и глумится, там здоровенький погрёт, леет что-нибудь ещё. Вот тогда, извините, я имею полное моральное право естественно возмутиться и поставить такого мерзавца или идиота на место должное ему по своему уровню развития. Обвинят, чёрт знает в чём. А если не обвинят? А между прочим, он сам берёт крайности, о чём он говорит, чёрное-белое. Он же сам берёт крайности таких людей, а есть нормальные люди, которые вообще, ну и пей-то ладно, Бог с тобой, но если ты хочешь послушать, это как даже справедливо сказано в той же Библии, что если видишь какое-то попрание несправедливости, то ты подойди и скажи правду, скажи, вот как есть, истину донеси до человека. Если он там плюнет, уйдёт и так далее, ну, приведи свидетеля. Того человека, который больше знает в этой области и покажи ему, так сказать, докажи, вот, так сказать, чтобы другой человек подтвердил твою правоту. А если уж он и тут пошлёт, ну, не мечи бисер перед свиньями. А есть такие люди? Тоже сектанты? Нет, они сектанты. А почему? А что в союзе борьбы с народом трезвицей? Или с тем? Такие люди, что сектанты, которые там будут с пеной у рта, когда ты только граммы пьешь? Да пей на здоровье. Я вот говорю, да хоть ты сколько хочешь там, только не на здоровье, так нельзя, говорит, конечно. Пей хоть, спейся, хоть там что угодно сделай. Хотя мне будет жалко, чисто по-человечески. И я против, конечно. Я попытаюсь сказать, только не так, не с пеной у рта, а просто попытаюсь сказать, ну, это же глупость, безумие. Если я, конечно, я не буду проходить мимо, пью, а я буду там аннотации читать. Нет, я не буду. Безусловно. Ну, хорошо, ладно. Ранен, ведь, извините, но употребление спиртного это часть русской культуры. Опа! Вот пошли к чему. Да нет, вот это уже подлая ложь и клевета на русский народ. Клевета, паскудная клевета. Я знаю огромное количество, мне тысячи писем, например, со всей страны и старобряческие семьи, которые, так сказать, еще сохранили традиции, действительно русские, народные и так далее. Никакого алкоголя. Никогда. Потому что, и потому что это противоестественно. Потому что это тебя со связью с Богом убирает моментально. Духовное развитие, как хочешь называть это можно. И, соответственно, значит, традиции были всегда трезвые на Руси. И родниковую воду на свадьбу наливали, а не алкоголь поганый. И похороны это было даже в христианский период, кутья блины кисели, а не какая-то алкоголь, когда уже там это появилось, как показывать, какие мы, так сказать, богатые и благополучные, когда во всех событиях жизни лишь бы выпендриться стало и вошло это. Потому что наркотик, над этим боролись те самые, только уже не американцы, другие товарищи, чтобы споить русского человека. Боролись столетиями, не получалось. Были даже крестьянские бунты антиалкогольные в 1858 году, например, крупнейшие по всей стране пошли. Когда кабаки громили, закрывали, потому что видели, что на селе происходит с их детьми, там хозяйства разваливаются, но жили крестьянскими общинами. И, так сказать, это уже не скрыть было, не видеть. И старые люди, как говорится, на место поставили. Молодых идиотов. Что, чего сейчас нет? Потому что нет вот этих семей крепких, больших, нет крестьянского уклада жизни практически, в этом мы и взялись. В городах легче. Сделать из людей быдло легче. Поэтому вот. И он еще, то есть, противоречит сам себе психолог. Я поражаюсь. Понимаете? Я не говорю, что бухать и напиваться до бессознательного состояния или там впадать в запои, это такая русская традиция добрая. А вот про это. Потому что, а потребление алкоголя неминуемо, миллионы людей к этому приведены. Ничего подобного. Да ничего подобного, что не было в русском народе. Никогда пьянство или алкоголь, как традиции, никогда. И все люди, которые прожили достойно свою жизнь, все в один голос говорят, даже в руках не было, как одна бабушка в интервью, которая была 102 года, сказала, она же передернулась, когда ее спросили, а про алкоголь какой-то. Вот как было нормой жизни. Что это такое было? И отношение к этому. Во всех народах, не только в русском народе. Во всех без исключения. Но вместе с тем, вот русские люди являются православными. Не обязательно совершенно. И потом, что значит православными. Тоже вот эта игра терминами неправильная. Православные, ну я понимаю, что христиан называют православными. Это неправильно по сути. То есть это только началось с 17 века, с Никоновского раскола. Ну да ладно, бог с ним. Допустим, православными называем христиан. Допустим. Но вверх не все русские люди и народы нашей страны, они, так сказать, православные. И среди православных эта традиция никогда не была честной, порядочной. Священники, они даже обязаны алкоголь в кипятке разводить, чтобы не нанести вот этот неправильный ущерб. Грех нельзя на душу, чтобы человек не спился. Например, зашитый, закодированный или давший за рог. А попал алкогольный язык, он понеслось. И разрушена семья, дети, и тогда неизвестно до убийства. И тогда на священнике это лежит. А он, если он нормальный и честный человек, он никогда такого не допустил. В главе вообще-то человек причащается, причащается алкогром. А кагор это спиртное, это алкоголь. Так вот, враги именно наливают кагор в кипятке, не разбавленный, как обязаны делать священник. Получается, что неужели же изобретатели христианства сознательно внедрили в это религиозно? Да нет, создатели христианства, дорогой товарищ, никакого отношения к алкоголю не имели. А то, что там льют кагор, так сказать, или еще что-то, те извращенцы, которые извратили изначальные учения тому, что учил Христос. Давай по-другому подойдем к этому вопросу. Это что же? Иисус Христос, который является эталоном чести, добродетели, справедливости, человеколюбия и так далее, своими же руками дал это оружие, чтобы убивать детей, женщин, чтобы, так сказать, порождать насильников, убийц, предателей. А ведь именно так надо говорить, если это дал Иисус. Поэтому мне плевать, какие там священники что делают. Мне главное, что Иисус, что однозначно, коим он является эталоном вот этих самых высших, так сказать, добродетелей и совести, естественно, не мог такое говорить по сути и призывать к такому. И значит, ни про какой алкоголь речи там не было. А дальше надо разбираться, что есть в Библии вину и что не вину. Но это же область других толкований и бесед. Кстати, в лекции вот в своем видео с Хусейном, который вот профессор доктор из Марокко, мы говорили на тему алкоголя, где вот про вино, про Библию и про Коран, кстати, мы очень подробно так достаточно разобрали. Вот кто будет, у кого будет желание, посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья. Ну, а вот давайте немножко еще послушаем, это уже затянулось очень большое, По сути ясно, что он скажет. В общем, я вам так скажу, дорогие друзья, что примерно 50-60 есть таких якобы постулатов, которые враги народа, то есть те, кто в 60-е годы начал пропагандировать спаивание, а именно вот эту так называемую теорию культурного умеренного питья, приверженцем которой, как бы он ни открещивался, является этот товарищ, который хоть он называет себя патриотом и так далее, знатоком секты и так далее, и борется с несправедливостью, он борется сейчас только с одним, он борется за уничтожение нашей страны алкогольным оружием, через алкоголь, вот что он делает. Научение, догмат об употреблении спиртного, то есть, наверное, правы все эти люди, которые считают, что христианство было изобретено евреями для порабощения вот этих вот снабженных ведической мудростью древних славян, что ли? Правильно, конечно, да, конечно. Но если алкоголь, он... Конечно, если религии любые, это не есть истина, если религии, это мнение определенных людей, да искаженные, перевранные, уже измененные тысячу раз, конечно, правильно. Конечно, правильно, если есть законы природы, то есть истина, которые как раз противоречат наличию в обществе, как норме, того же алкоголя, да, соответственно, это так, но что касается вообще религии, есть, да, изначальные знания, это природные знания, конечно, это веды, Но только там не будем вдаваться, потому что сейчас долго про это придется говорить, чтобы все это объяснить. Ну, пусть христианство в основе своей, в первоначальном, это прекрасные, действительно, фактически сродни с ведическими канонами, постулатами, по сути своей. Вот те самые, так сказать, как жили народы, вот такие, как самаритяне, которых объявили потом, так сказать, ну, запретили и объявили их отступниками, так сказать, от веры и так далее. Ну, это то, что когда, действительно, Константин, тот самый великий, добрый человек, вегетарианцев, олово раскаленное заставлял казнить, в рот заливать и так далее, когда именно те самые традиции, обычаи народные, настоящие, уничтожались огнем мечом, а не словом и, так сказать, доказательной базой огнем и мечом. Так, значит, есть в этом истина? Вот в таком мире насаждение якобы правды. Правда ли это, если ее насаждать огнем и мечом? Если насильно насаждать что-либо? А вот объяснять, доказать, так не могут они доказать, потому что правды в этом нет, значит. Вот давайте так рассуждать. ...предин даже в самой малой дозе, а Христос говорил, съесть кровь моя. Ну, ты, товарищ, дорогой, не надо вот это блудить, славобудим заниматься. Христос такой, если говорил, значит, он последняя сволочь конченая. Значит, он своими руками уничтожал детей, подвергал пыткам, мукам, так сказать, миллионы, сотни миллионов людей за вот эти тысячи лет. Вносил горе в семьи, в народы, беды, катастрофы, так сказать, вырождение, так сказать, и духовное и нравственное. Какая там в рай попадешь? Это в ад прямая дорога. Это что, Иисус, что ли, учил? Или что, он ставил такую дилемму, что, мол, вот это зло, но ты это зло по чуть-чуть, и оно станет добром? Нет, не было такого. Так вот, то, что хочется, во что верить, так сказать, и то, что есть на самом деле, это только нечестный человек может ставить равенство и оправдывать, пытаться оправдать свои порочные, извращенные пристрастия, желания или верования в разряд истины. Не срастется никогда, потому что, если Иисус не таковой, а он не является таковым, а наоборот, самые высокие начала и духовные, нравственные и все остальные в нем, то тогда, извините меня, это противоречит с тем, что как раз можно сказать о противоположной стороне. Вот, допустим, как в религии мы говорим о сатане. Вот как раз чисто сатанинское, и вот эти слова, то, что он говорит, это чисто сатанинское, абсолютно на 100%. Иезуитское, сатанинское, когда абсолютное зло вымазывать в светлые краски и внедрять, так сказать, вот в таком, так сказать, противопоставлении, что, мол, малое количество – это даже хорошо и добродетель, а большое количество – это, конечно, грех, плохо. Это что за бред? Это как раз шизофрения называется, раздвоение личности. Потому что не может быть у оружия генного, чем оно является, и приводит, а мы это видим, любых оправданий просто быть не может. Оказывая на вино, разбавленное водой, это значит, что… А его не водой, его кипяточком надо разбавлять. А это тоже вода, конечно, но это только другое, это же там спирт улетучивается. Вот что должны, если уж это когор. Это прописано в трепниках у священников, прописано, это должны они выполнять, обязаны. Даже если бы не было прописано по совести своей. А вот другое дело, что настоящее иное – это виноградный сок, настоящий виноградный. Вот виноградные лоза, сок – это совершенно другое. А пробродивший, где спирт уже есть, который вот к этому, ко всему приводит, к деградации личности и народа в целом, вот это как раз является чистым злом. И служат такие люди не Богу, а сатане. Христос кто? Проповедник каких-то жидомасонов, что ли, рептилоидов, который хотел… Да нет, просто он такое не говорил. Покорит русский народ, что ли? То есть люди, которые борются с алкоголизмом, это просто дремучий сектакль. То есть уже не с алкоголем, а ведь борется-то не с алкоголем, а он говорит уже с алкоголизмом. Но ведь он сам борется с алкоголизмом, говорит, алкоголизм – это плохо, с этим надо, так сказать, бороться. А вот с алкоголем нет, потому что в обществе это должно быть и так далее. Вот уже еще одно противоречие. Слушать которых нет никакого смысла, потому что они ничего не знают. Они не знают ни о том, как алкоголь реально воздействует на организм. А ты знаешь, как реально воздействует? Когда нажирается одна скотина, садится за руль и давит людей. Ты знаешь, или тут надо быть ученым? Или просто человеком надо быть нормальным? Так вот, если это есть, а только слепец этого не видит, или придурок конченый, или враг, который врет напрасно специально, вот он как раз и служит тем силам, которые, так сказать, все делают для того, чтобы наш народ уничтожить. Поэтому с такими вещами, как наркотики, алкоголь – это легальный наркотик, потому что его сама природная сущность такова, и воздействие именно это, и происходят последствия именно эти, как от любого наркотика, и вырождение нации, и все прочее. И вот тогда такие люди служат этому, и они являются врагами. Это, они являются предателями, это хуже, чем враги. Если они говорят о себе, как о патриотах, например, русский народ, я часть русского народа, я патриот, и делают все, то есть это предатель, таких людей вешали. И правильно делали. Потому что вот это уже убийца миллионов, может быть, если в масштабе такую, в кавычках, правду, так сказать, доносить. И люди в это, а люди поверят, им лишь бы дать оправдание своим порокам, слабостям, пристрастиям. Ты лишь скажи, как вот, что, а, вот это в малых дозах, это полезно, это вот там для сердца, или еще какую-нибудь ахинею антинаучную как раз там начинают нести. Как с тем, что у красного вино так полезно, что даже радионуклид из организма выводят. Вот если бы он захотел бы разобраться, а может он знает, я не знаю, и специально это все делает. Такой борец за справедливость, хотя на самом деле сейчас и... Вот, понимаете, люди проверяются по определенным маркерным вот таким вот точкам, штрихам. Есть основополагающие вещи, то есть которые лежат в основе своей. Вот как раз в частности отношение к алкоголю в обществе является таким... Лакмусовой бумажкой является проверки, что есть за человек, как в той песне, если друг оказался вдруг. Вот ни друг, ни драк. А тут как раз предатель, возможно. А с предателями есть только одно, что нужно делать. И это однозначно. Только это надо в официальном законе. Потому что это пропаганда. Ведь слово режет больше ножа. А в руках умелого пропагандиста словом человек может унести на тот свет миллионы. Что делает вот этот человек сейчас. Ни о том, какое место распить алкоголь занимает в культуре. Ни о том, что алкоголик наиболее простой и доступный способ снятия стресса сегодня. Никакого стресса снять алкоголем невозможно. О чем уже было. Хоть бы Жданова послушал. Хоть бы просто послушал то, не важно Жданова, не Жданова, а послушал те абсолютные, которые не нуждаются вообще ни в каких проверках, факты, которые бы просто впервые в жизни взглянул трезво на эти факты, а не через призму бокала. Через который никогда не увидишь истины, а будешь выдавать желаемое за действительное. Я думаю, что, дорогие друзья, на этом просто стоит закончить. И потому что, что он будет дальше говорить, разумеется, понятно. Хотя, еще впереди аж 20 минут, я всего лишь 11 минут разобрал, но представляете, это еще придется комментарий на 2 часа. Не знаю, стоит ли дальше или нет, может быть потом, но полагаю, для нормальных людей, для разумных мыслящих людей и того, что уже я сказал, какие акценты сделал, на что внимание я попросил обратить вас, полагаю, будет достаточно абсолютно для того, чтобы даже кто еще не понимает, находится на неком перепуте или в смятении или смущении, или пытается найти лазейку для оправдания, вот для как бы, знаете, забеления своей совести, для компромисса своей совести. Любые аргументы принять, даже бездумные, идиотичные, которые это несет товарищ, чтобы, так сказать, только продолжать пить в угоду себе, так сказать, в усложнении вот этой наркотической природы, этой гадости, деградируя, конечно же, свою личность. Даже если сами в этом сознаться не хотите, боитесь. И тем не менее, мы, честные люди, видим живую книгу жизни, живой пример, без всякой там науки. Что происходит? И компромиссы, либо оправдания этой чистейшего зла и вот этой мерзости чистейшей, этого оружия уничтожения народов, невозможно никакого компромисса с этим иметь. Если человек имеет с этим компромисс, это уже не человек, это уже предатель, либо конченый идиот-дебил, либо, так сказать, полностью доградившийся, спившийся в бывшем личности, а ныне уже существо, которое просто деградант. Неважно, какой он, как он называется, кем он по профессии был или является и так далее и тому подобное. Что ж, а вам я желаю, дорогие друзья, крепкого здоровья, здравомыслия и чтобы вас никто на пути естественном, живом, здоровом, с пути жизни не свернул никогда. Всего самого лучшего вам, до новых встреч, до свидания.